смотри теперь так нашел прямой эфир а все завяз так и чего тут у тебя вот смотри жатки смотрим на жатки жатко собирает вот это вот и есть бобы это это у нас то есть этом соевые бобы росла да тут соевые бобы ну значит и соевые бобы вот видишь как бобы соответственно будет комбайн прикупать соответственно будет жатку который вот собирает бобы можно взять в аренду комбайн но смысла нету да вот именно смысла нету тебе проще тогда купить комбайн и прикупить еще поле который этим комбайном можно опять здесь ввели такую новую культуру она называется у сейчас помню также она называется хлопок преимущество хлопка в чем его один раз посадил и все и просто ходишь ездишь а многолетнее растение вот так скажем но это не выгодный маленький с ним я в том плане то что смотри подсует и купил тебе комбайн так нет этот комбайн он может собирать и пшеницу еще все что хочешь вот видишь вот я тебе и говорю то что прикупить поле с пшеницей чтоб новую технику не покупал да 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 если день хватит ну короче смотри сейчас мы покупаем сюда чё комбайн получается покупаем комбайн покупаем жатку вот 42 метра вот 5 метров к 32 косаря но 5 метров к ничем не отличается только бренды тратить а вот этот марсер на полюс вверх и и в на�ке а вот ни так давайте сначала наверно прикупим мы комбайник уборочная машина я так помню это комбайны да ну да что-то совсем убогий так сколько у нее 3400 утрахаемся мы его блин разгружать new holland соточка нова блин смотри new holland 5600 влазит в бак о но это цена так но в ту сторону мы не сможем черники вообще прикольно прикинь да как комбайнеру ништяк летом до к солнышко светится тепло бля мать его сейчас все комбайны с кондюками но если кондюк сломался все это прям курочка гриль блин смотри желтым за сотку за ровно до следующий сколько 105 разница нету разница смотри за сотку он 25 километров едет но бак на пять часов вот этот и едет тише бля и бак меньше здесь new holland прям без вариантов это это вообще что-то какой-то чмошный это наверно советский вот он new holland так ничего мы с ним сделать не можем потому что это брендовая техника она так завода идет если видишь в этой игры у них тут куплены все эти права если ты грузовик может рандомазить и там нету никакого опознавательного знака чайда за какаха такая на колеса видать видать денег у них не хватило уже на бренд так вообще вонючку закрыл все лагать перестал стрим ну да вроде нормально не начал че это было так ладно надеюсь сейчас не будет синий экран так купили теперь жатку надо так лишь бы жатки еще подошла кстати так жатки где жатки ну вот она не холландовская на на четыре метра всего бери тогда фирму потому что на всякий случай мало ли то не подойдет да нет я вот смотрю ничем не отличается если чё сдадим я на сайт гулять на один метр разницы поле ты нихера у нас и маленькая ну да 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 цена по них одинаковая ага давай туда глянем подальше чем 76 вот смотри 76 за полтос и для начала 5 метров очки взять и не париться да там разница уже пошла так десятка гаде за двадцать два словами сколько она там метров где вот это что она только в солнух и вот видишь пацану хана здесь вот пошла уже 49 но здесь уже 7 и 6 метров слепота но тут блин разница то нормально в двадцатку до примерно тут будет зависеть скорость убор 10 километров и это 10 километров девяти метров кубле ну ладно давай сейчас все равно убирать будем на роботах нам блять я не знаю пить и давай возьмем все поле нам еще прицеп брать не до 5 метров кухерсом режим экономик включаем потом ее в любой момент поменять можно это продать снова как-то она так по-детски выглядит конструктор где-то чуть ли не на ранее к тому что манюсенькой это кажется вот смотри вот взрослая такая задача еще есть больше да вот на 10 9 метров к в конце самым торчат 12 я чё-то она недорого стоит 12 метров к она подсомбирает вот она 12 метров к нюхова 12 с половиной к 12 половиной года взрослая жадко до настоящих мужиков ли давай нас еще глянем сколько у нас денежки осталось у нас 300 баксов осталось принципе нас прицеп купил от прицеп недорого будет стоить в принципе давай 7 метров очку купим вот 7 и 6 и и пища но ну давай она уже и выглядит так к солидники так триста тридцать две тысячи нас теперь трактор у нас есть прицепчик так да не вижу а вот 14000 литров 21000 литра мне кажется 14000 прям оптимал разница 10 косарей сэкономим и смотри по размеру своего поля сколько там всего будет собирать да это я помню что по размеру поля так это стандартный 12 14 с тобой говорит растрачник арам бар тебе нужен для хранения да надо где-то будет рядышком сейчас можно по идее без амбара сразу собранный сразу продавать но но до цену не выйдет да да смотри чем они отличаются не в курьер вот этот как вот этого это движ полноценный 4 а почему этот дороже стоит объемы у них одинаковый до да фиг его знает а он посмотрю их сцепка у них разная но это к любому подойдет на грузовике даже увезем тем более на машине быстрее ехать чем на дактор везти да этот на грузовике мы хер по цепи этот управляться будет легче вот сейчас зад задавать сложнее ну это ты иногда смотри сам хотя я бы не сказал сложнее просто непривычно будет да тут она хоп он сразу с жопы поехал не давая попроще себе сделаю я же ленивая жопа так нам надо плуг так это все мы купили чтобы убрать теперь нам надо плуг чтобы это дело вспахать есть такие аппараты короче 20 в одном нахуй да я видел там порой тут такие агрегаты тут они тоже есть но плуг он для совмещения полей но нам сейчас как таковые поля совмещать не варик у нас нету этих полей кстати потом как вариант если по деньгам просадки будет пойдем лес валить на и изи изи деньги всегда самое легкое начало это подниматься на лес повали кстати как вариант можно было начать с лес повал а потом перейти уже сюда ну ладно так как мы поле уже купили сейчас уже день и хватит да там считай там надо погрузчик там нет там геморрой то ладно чем мы сейчас ищем поле убрать а там под накопим можно ли спавалку будет хапнуть спахать поле да вот лук ищу активные бороны к новому посеву держи как же он тот культиватор ну вот он культиватор вот культиватор пожаре подготовить помену кроме того данная машина позволяет существ осуществлять посев без предварительной обработки почвы культиватором или полугом понял потому что он одновременно туда мы сюда поднимем ну пахать иногда придется рядом также фирма чего да сейчас смотрю просто этот 500 с чем-то литров до вот уже побольше разница небольшая но там загрузка больше но тут нужен трактор уже 220 лошадок тут 130 лошадок а у нас трактора 120 110 лошадок понял наш трактор не вывезет ту большую машина сколько не на машине не варик давай вот это возьмем наверное так культиватор позволяет подготавливать поле к новому посеву кроме того данная машина позволит посев без предварительной обработки почвы культиватор короче прям заново хоп и пошел сразу сажать как начало вот видишь он сначала культивирует культивирует а потом вот уже пугает самый засевает тут сразу засев идет не он сначала баранует пашет типа не меня это понятно ясно и сразу засевает все отлично так это мы все прыгают говно соску надо но опять говно соску разброски делать удобряем короче привет смотри сегодня идешь не 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 артем привет ты чё какой смайк у нас тут блин уборочная пара в самом разгаре или как-то правильно говорится снега уборочная ты же вроде вернулся или нет нет я вернулся а тут прикинь нежданечком такая фарм симулятор 19 свалился на голову они его обещали обещали наконец-то они его сделали вот понял чё опрысить увеличить объем собираемого урожая вот это огромный просто блять смотрел на 36 метров раскидывает эти лопасти свои не ну сейчас так у него да так на думаю вот тридцаточку взять сколько 21 метр выше крыши ну да а 35 24 метра но в него влазит в 22 200 так ну и чё чё 24 возьмем там пятак разница в принципе пятачок я не настраиваю все это канал на маты там автоцензура наверно стоит надо я отрубить мы любители поматериться я мои печатай на английском чайте вам сказать у меня чат перестал маты читать представляет для вова беда 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 пришла нежданно что такое зачем юльку обижаешь почему юлька в депрессии пошла за чекушкой водки ну чё 2 200 берем потому что поля у нас немаленькие ну да так и чё ты думаешь построить сразу силосную башню не силосную да силосную вот и леватах не обижаю просто мне не очень сегодня чё такое тоже в депрессинге кстати сеновал можно будет потом туда солому скидывать сено скидывать это на будущее большое желание бухнуть что и сделаю скорее всего обслуживание 45 баха в день 60 или лучше потом глянуть сколько у нас прибыль идет бля я не знаю смотри стоит он на 100 литров да нет не депрессинг а чё такое просто охота забухать что здесь происходит вообще оп 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 приехала приехала ну типа того она сказала что я ее обидел сейчас секундочку подправлю здесь кое чё я тебя чё обидел смотри один хочет забухать 2 кто сказал что обидел вам надо вместе собраться в какой-нибудь синьки и забухать сейчас сек 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 лёша вот говорит за чекушкой пошла не забухать я сказала что мне скучно и грустно начало что ты меня обидел я тебя убью я за овощами ходила ну чекушку ты взяла ну ладно не дают нормально поиграть так все поехали ну чё будем брать за соточку или так себе вариант а есть смысл еще нет у меня желания выпить и не было пока она не окупит себя у нас не так много мне кажется когда нету смысла сейчас брать соточка это про проще его сразу продавать тогда ну объемы нет такие так ладно чё так поезд и нахер машина нахер а о купить пестициды надо ну чё пиздециды это не то мы с чем хотим пестицидами удобрение да он сказал что да не удобрить и на сколько его хватит ах и за но тут две тысячи литров я спамить буду забанит ли меня юля интересно пиздос у вас тут происходит я ушла все равно что нибудь забыли купить стопудов юля нет а я да вот смотри можно сразу наполнить его заполняю заполняю все какие там злые вот один можно сразу 2 заполнить ну тебе его от того хватит на все поле навряд ли я думаю придется нам сюда покупать для трактора эти виллы и везти туда целый тисцерна зачем вроде все нормально забыл что купить противовес тем будет желание со мной поговорить напишешь я даже писать не буду сегодня все депрессия я все сказал купить чекушку вот что ты не слушаешь старших почему не слушает старших разве я херню посоветую пусть не чекушку бутылочку венца какого светленького слабенького и все настроение пусть или наоборот что не вижу ты где-нибудь видишь противовес я понял юля пошел в магнит вот правильно артемка вот послушайте опытного человека вот правильно лежит не слушает они меня все возвращение сколько вес 650 а вот на 1000 1100 сам вот это я должна тебе сделать ты молчишь на 700 хрен с ним и где тебе не очень мне теперь тоже не особо ну а чё поделать уже ты куда поехал то вон он там валялся да ну цеплять его с этой стороны я посмотрел пошла я на кухню если что вк пишите он весь цеплянки я ничего такого не написал же нд юля солнышко ты же все равно вк идешь ты можешь это самое прям по никам каждую картиночку например если две картиночки от олежи олежа олежа например юля там 8 8 юля 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 сделать выборку такую а приз ладно вернусь скоро наверно я написала же чья картинка нет нет прям списочек просто сделать текстовик чтобы мы зарандомили так нахера нахера худи ой бля ща так не ругаемся так нам принципе вот так вот тогда ну либо так либо с этой стороны он наливо в принципе мы так недалеко от этого как в магазине ну надо тебе бы открыт этот кузов а потихи 50 цитов него туда увезти да и придется прицепчик и я думаю еще один купить под поддон а что надо еще виллу купить для тракт нет никто сколько а вот именно если а сделал две картинки то два раза имя олег ну список такой сделать если ты например 15 картинок сделал то 15 раз имя свое написать рандомчик сделаем через запятую чтобы он зарандомазил из всех и надо придумать новый конкурс вот так сразу вижу что не русские дороги все разметки для всякие деревни нет тут дороги есть о мельница смотри поле вообще огромные и заметь как нам проще его удобрять посмотри насколько он раскладывается и не то смотрю просто ну да про это вот вот так наверное ты думаешь я сам что и буду пахать мя рабы есть нифига себе трансформеры дает дура все пошел в раба заставил делать это смотри это самую пульс убивают я его кашку зайду гляну там елена все на комбайн ты сразу прицепил бурагос да я сейчас сразу по полной часть а чё-то не вижу юля где ты сделаю а да да все правильный все тогда ушла готовить в к пиши хорошо как скажешь дорогая это был не я смотри мужики водила был пьян добрый вечер что же я тут на дурочку да ты где права ты купил так у меня их нету там ты еще и не купил в деревне не нужны права все не прокатит дает подцепить его здесь есть дороги это уже не деревне твои мать на машину цепали да я хотел на это не никак не у него полнезли цеплял до один бортовой компьютер блин у нас комбайн диск бортового компьютера дешевый не а там просто дата следующий комбайн уже повеселее будет неправильно выехал так здесь как-то мигалки должны включаться зачем тебе как так это не в курсе по закону положено по закону положено по правой стороне ехать а ты всю дорогу займет и сейчас давай давай и хорошим там продается прицепку чтобы жатки отдельного иди короче нахер я с россией чувак на право сдавать от права влево да хорошо здесь этот есть автопилот видал я без рук могу так он не поворачивать почему-то так и 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 еще не определились где у нас были че-то смотри у нее говно то не тратится он 2 200 как и было видимо просто причёсывает поле не ну там чё-то психи а кто-то мужик или баба в объеме до баба нига вы колонны мы опять пришли дай колониальной эпохи мне скажи ты в том магазине это самая технику покупал или рабов история умолчивает нельзя на стриме такой говорить за кузовом поехал ну да зачем там за дэшечка погоди значит он тут хоть показывает что поле улучшается по удобренность сто процентов все ништяк смотри вот че там за д такая по карте а это наймит все понял рабы рабы ездит батрага это блин играли в семнадцатую ферму там аддон поставили типа блин скоростной режим нарушать нельзя были все в минусах были так ты куда едешь за прицепом на дега ящика карты до конца не изучил не вот значит они по сравнению 17 они сделали ее более рельефный более такой живой 17 она куда я вообще еду вот и я тебя спрашиваю куда ты едешь так где-то здесь развернуться на карту посмотри а тенька что звук моего автомобиль как у трактора ты уверен что это автомобиль да и вот уже не уверен я как бы его не слышу этот звук но судя по твоим вопросам сейчас я заблудилась потерялась и я гадит и троечка иного а вон вон царя на зашкиренная дорожка когда их воде спущусь опять я не ту кнопку нажал я вот мог там повернуть а мог через дорогу проехать купит и вертолет да вот остается что вертолет у меня этот как вот топографический критилизм о я отмазался да нет у тебя хранический алёша ну это тоже присутствует только ты мне скажешь куда ты едешь но я в магазин а еду я не в магазин до магазине потерял я в сарай приехал ты по-моему заблудился потерялась и я не в магазин не знаю я не вижу но почти вот если ехать часов по этим заколучку типа мини городочек промзоны мы идем в шарухово до управление желает лучшего я я вижу наш в лице пробел тут не работает ты куда поехал короче смотри машину маленький не да 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 есть там лесоповал я думал уже лес повалить мы сейчас мы поставим поле это на поток и пойдем на лесом займемся денежки приподнять найду только продать сначала посмотри где там автомобиль ты так обзор техники это твоя техника тогда это не вижу вот тех вот обзор техники как наш машинка называется не погодите здесь гараж должен быть а смысл не ту машину взял там того то это самый прицеп гораздо больше я не подумал а можно полета вот эти скидывать так походу не доехал а да да слышу как час но с купили мы и запас десятку прокатали бывает часто работка подъехал вся быстренько туда-сюдым и сделаю так хлопья с молоком как вам вкусно виперов нету вчера съездил обновился взял манго с мятой и хлопья с молоком все это бурно никотином забустил шустрее загружайся шустрее загибало нет нашей тачки поехали новую тачку там был две тачки лёг изменений нет результаты восьми по и маска да все да так же это у меня 9 будет вот подешевле а мы 4000 прокатали здесь смотри прицеп какой видал сюда два палета всунуть можно ты тут было здесь одно палет ну не 120 лошадок 300 лошадок в этой 200 на какая-то французская такая пойдет 5 цвет выберем ну ребят на стриме какой цвет берем вот по моему ништяк как вам такой цвет по моему то что надо как думаете да ну все вот олежа первый сказал такой берем не я другой хотел но где наш синий тачка волнен даже звук как у нормальной тачки не буду позориться кузов какой бля какая же это хеленная 0 лежа не говори-ка короче тут а и 250 лошадок это пиратка причем мы против пиратки нам эксклюзивно выслали 5 на семена не купили стоять чё сажать будем пшеничку я думаю да смотри пшеница этой пшеница из плюс солома а ясно мышь против пиратства ты чё так сейчас а пшеничку сразу прикуплю в больших мешках с овсом пшеница на чего выхлоп тебе получу будет ну вот смотри лед или хлопок посадить нет давай смотри если хлопок мы сажаем то мы сажаем его один раз и все потом только собираем но хлопок сука дешевый но его больше никогда сажать не но он дешевый да мог на второй пользу им вот по-хорошему я думаю им засадить вот огромное до хлопок дешевый сейчас секунду не тянет на фс 19 небольшое дополнение к 17 согласен не но графу тут нормально подвезли сейчас работка 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 от ребята отвлекаясь немного тут подрабатываю кушать охота вы меня не кормите так готово все что так здесь получать смотри чё я думаю хлопком вот этого херь хлопком засадить 8 либо вот купить 4 5 объединить их и хлопком просто выхлоп с хлопка будет только тогда когда большой объем засаженный площади но я так думаю на 4 5 сколько не стоит их можно объединить поля можно объединять нет это понять я позже не стоит ну вот это 800 и это 800 полтора лям в цене недалеко убежала на 300 рублей дороже 17 да но нет здесь во первых смотри здесь как говорится дьявол кроется в мелочах здесь очень много мелочей очень очень приятных таких как скажем очень годная рельефность не как в 17 сами до 0 поле рельефность а именно такая грамотная рельефность потом детализация ну пару культур там это не все то вот именно вот мелочи когда зайдешь как начнешь играть ты прочухаешь вот чего не добавили вот да по мелочам добавили но они очень приятные мелочи сейчас мари мы сейчас это поле засадим пока она будет сеяться мы пойдем с тобой наверное займемся лесопилку ну на дровах просто дерево проще приподнять деньги чтобы купить следующие поля пока ну пока пшеница будет созревать я в смысле потому что будет свободное время смотри пшеничка во-первых жатко у нас в это подходит под пшеницу пшеница двойной выхлоп сама пшеница плюс солома хотя солому можно и не подбирать солому ее можно сразу всечку ну по полю раскидывать соответственно мы одновременно удобряем поле это экономия на удобрение выходит смотря что надо если деньги на то можно и да и опять тут можно можно элементарно элементарно зайти глянуть что по ценам вообще какие тут но подсомок у нас уже жатко не подходит под подсомок вот если но опять здесь она знаешь как мы же не знаем точно вот по памяти я не помню сколько скажем выхлопа с поля будет до бабы они видишь дорогие вот он 1200 за тонну но блять морд нам придет все поле убрать из-за этой тонны недалеко от 17 ушел ну да вот пшеничка пшеница видишь сейчас вообще не в моде потому что сейчас сезон а по пшеницу тогда тебе надо амбар сотку стоит да и там камазик бы еще прикупить инску дорого стоит да это сам посмотрим когда там тебе убирать урожай то часто подойду сейчас все ферму снимает круто смотреть но хотелось бы самому поиграть юля это тут а я так и так получится пока не получится простой строите там бак так как смотри если мы сейчас его построим у нас денег не хватит на этот на лесозаготовочную технику почему в группе в списках настены 2 а потому что две картинки считать надо уметь бахусы я ее попросил сделать это уже по моей просьбе сказал нарисуй мне пожалуйста бакса чтобы я уставил и я его в конкурс включу она постаралась сделала бакс так конкурс от руки рисунки а два картинка фотошопинг да а лежит я ее попросил и сказал что будет включен туда мне нужно было срочно это делать и какие все какие все ладно семена покупаем пшеницы хрен с ним пшеница всегда она в почете хотя и рожда пшеницу ладно так что там еще то есть скульптур рожь ну ладно вы не думаете я не против просто ради интереса я нова смотри пшениц ячмень овес хлопок канола не хлопок отменяется и к жадке не так канола бобы и все да пшеничку сажают сажаем хотя вот это вот что посажено кукуруза пшеничку не парся и так раз вместо там посмотреть сам по продаже а какая разница продаж постоянно будет меняться как это понятно я в том плане то что это самым ползунком а также здесь все вот сейчас нас видишь чё в горох вот сейчас как раз этот бабы который мы будем собирать в цене а это чё там морковь или свекла свекла но для свеклы там другой аппарат нужен от шерсть молоко тростник это хрен на яйки яйца хорошо стоит яйца меня не знаю как тут раньше там курятник был ладно гореть семена надо прикупить лишь на скольки ты стримишь я сейчас уйду наверное гулять да ну не знаю сижу я пока так удобрение так над семена найти а где семена сейчас и где-то покупать на надо да вот катю а любому да только где сумка с овсом и но это явно корм видишь ложный силу а мкр семенами это чак использую для заполненияし self вот они семена Ну вот парочку прикупил. Так, сейчас мне тут надо. 417. 517. 517. 617. 617. 617. 717. 717. 717. 817. 717. 917. 917. 1018. 517. Не, пусть стоят лишние никогда не будут. Потом когда-нибудь. Сейчас вставай, искай другие. Вот пшеница, это корм, или как, или семена. Да, купим. Так, это корм. Ты думаешь корм? Да, видишь курица нарисована, то есть кур кормить. Вот НКР с семенами, я вот только что покупал. Да, только с какими семенами? Не пишут, видишь, все тут больше ничего нет. Значит там нету семян, это просто это самое, пустой контейнер получается. Подожди, ехали. Надо съесть на зерновой элеватор попробовать. Давай на центральной съезде. Там затаримся, если что. Зачем нам туда ее прямо хочу. Так, этот закончил. Ну да, собирай эту штуку. А то тут никто не проеет. Ха-ха-ха. Мать, это говно никуда не кончилось. Где наша техника-то? Где наша техника-то? Может на элеваторе как раз семена и покупаются? Может быть, а этот, скорее всего, взял это самое, под семена, это, в контейнерах. Может быть. Нет, траву знаешь засеивать. Сколько она узнает? Ну, траву это, тебе засеять, это на животновоз там кого кормить. Я так думаю. Ну вот, смотри, здесь мало травки, да, косить. Может ее... Да ладно. Так, ладно. Поехали. Контейнер-то не влезете сюда в машину? А на хрена мне их сюда везти? И мне его опять погружают. Да это надо погрузчик либо погрузчик покупать. Либо, скажи... Либо маленький погрузчик покупать, либо вилы для трактора покупать. Трактор сюда гнать, трактором погрузить сюда. Ну, я так не знаю, как загрузка-то происходит. Ну, я тебе рассказываю там. Пусть пока стоят. Нет, я имею ввиду семян вот в эту... А, подъезжаешь просто к этой херебе и загружаешь. Я не знаю... Трактор вот в порядке. Всё, как и всё. Пойой. Нам вот так, вот и... Всё вот. Ну ты не вовремя, блин, начиная. На хер иди. вот в эту это надо просто подъехать селки водитель из тебя хороший не говорит я прям водитель от бога здесь и скорость повеселее смотри только за руль и уже авария даже выпить не успел можно в принципе как да нет мужа тут вариант в этой сайты честненько так но это здесь вы выгружает другой стороны загружают охрен его знает там короче было проще в 17 вот и здесь также я попробую стать делом другая надо выехать отсюда для меня задним ходом ехать это проблема разверните меня почти давай мы на тебя болеем чтоб выехал сейчас справимся удачного спинок пошли вырвел поворачивай вперед проблета кащая что мы вообще селку нету взяли все углы собрал не сотри ну походу селку нету хапнули я думал не выйдешь ты дал он так вон видишь семена теперь перед сам во глянь похоже селку нету хапнули вот мы какую взяли вот эту же мы взяли вот все она может селка для кроме того данной машины вот мы ну мы ее взяли вот может она ну да бога и он как-то заправить а как попробуй купить бобы за о так надо вот ее открытие самой загружать мысли нет вот смотри выбор семян я тыкаю с правой стороны снизу там пшенички нету и еще нету на этом элеваторе нету ладно сейчас мы через жопу сделаем поддон с семенами все-таки надо. Поддон ты взял, да? Только там с травой какой-то. Ну вот я думаю все-таки это самое давай там где пшеница была нарисована возьмем. Ну да надо было сразу ее взять. Да но мы думали что это корм. Сейчас взлечу, да? И я могу. Ах красотища. Сорняка 0% Странно. Неправильно мы такой херь ее обработали, что сорняк там точно не вырастет. Мы же китайским удобрениями все поливаем. Может папа это и есть огня? Еще тот. Куда-куда-куда-куда-куда ты поехал-то? Ты в магазин надо, ты проехал поворот. Привет. Да какой у тебя интересный чувак. Походу тебе никто не дает, да? Давали. Удачного стрима. Спасибо. Ты же у меня кретинизм топографический. безусловный. Хорошо. Так, ладно, покупаем. Где этот поддон? Где эта? Гграбициды? Не то, наверное все таки не поддонный. ну давай попробуем купил один вот напомню мотиватор но сначала выбрать надо культуру нет ни хера пшеницы видишь а что там есть но сады вот эта хрень это чё за хрень пассивная редька она пассивная редька нужно это вроде как чтобы поля удобрять так вот это у меня есть вообще непонятно канола и трава точно на ту сил купили сделан не все посмотри тут нету справка то как заправлять смотри мы другую купили у нас не такая ни хера не не такая а надо вот так это сеялка а там у тебя это самое да для спаш поля присел кого тут отдельно тебе еще и сеялку покупать да 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 это было счет а то что мы смотрели это самое то что он там поля то все пшеницы и рожьи все езда скорее всего подготовка поля к этим культурам нам по-любому тогда покупать этот сеялку надо покупать и сеялку культиватор 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 вот у тебя взят позволяет кроме тогда осуществлять посев беспредельно . культивируем лету вы короче это за место это короче два в и где вы продают ну да то есть посевная такая резька и тогда ее под посев вроде как удобрения она у тебя год стоит растет потом ты просто перепахиваешь тогда нам еще считай сеялку покупать в любом случае тогда эту хрень я увожу надо было оставить там да нам все равно сейчас убирать поле потом обрабатывать до маленьких прогадал ну ладно хрен с ней нам надо погрузчик нам надо трактор у нас есть один до всего до трактор одного малого ну блин это авария алёша засеял да да я еще думаю насчет это лесопилка растет еще рановато тут как раз подготовка у нас считаю ладно валить мы будем вручную пока а вот делил да но грузить нам все равно погрузчик нужен будет потом нам надо телега ладно телега у нас одна есть на этой телеге то нет под зерновые да там блин другой приходится так это покупать что я не буду увидел повернул надо привыкнуть будет а ты что-то автопилот а это автопилот сейчас меня разгонит тачку да да автопилот покерем Он тупо жмёт на газыльку. Захочешь, так не развернёшься, блядь. Каскадёр. ГТА отдыхает. Да, это надо прицеп. Надо погрузчик для брёвен. Блин, не знаю, хватит денег, не хватит. Сейчас будем смотреть. Видишь, было бы нас хотя бы человека два. Один бы уже начал потихонечку брёвну валякать. Или, скажем, колымить на чужих полях. Тут же можно колымить. Ну да, я видел, конечно. Да, там платит не так много, но по чуть-чуть, по чуть-чуть оно... Да, тут мы при всём желании в этом прицепе брёвна не утащим. Мне вот интересно, бензин здесь кончается? Ну, типа заправка есть. Здесь, кстати... Да, смотрите. Ой, вот так вот заходишь, смотришь. Время можно ускорить, притормозить. Так, дорожное движение, включить-выключить. Есть у нас движение. Так, грязь средненько. Автозапуск есть. Торможение. Так, расход топлива. Умолчание. Грязь это самый низкий, средний, высокий уровень, и как в России. Ну-ка, где это? Не, ну это Керхер, надо покупать там. Керхер есть, короче, тачки дрейд. О, Наймид наполняет навозную жижу. Когда ты нанимаешь, короче, бля, вот это очень удобно. Тебе не надо покупать, он будет автоматом. Но это так, упрощение жизни. Так, скорость роста средний, увядание, включить, уничтожение. Требуется известь. Требуется ли полям известковое удобрение, чтобы они приносили больше. Ну давай. Слушай, Лёх, а тут когда, если несколько человек играет, сумма одна на всех или у каждого своя сумма? Одна на всех. Мы типа, это самое. Ну я там, да, я правда там, ну распределяю роли, там можешь тратить, не можешь тратить. Можешь покупать, не можешь покупать. Здесь где-то, ну это оффлайн, я сейчас его пауку не следал. Там, короче, роли можно выделять. Типа, просто рабочий, бригадир. Чёрное дерево. Так, а зачем мы теперь едем? За Сейлхой? За Сейлхой. Куда ты? Увидел корову, поверни. Да, прикольно так разогнаться прямо. Ух, с горки. Хм, так, что прикольно. Так, сейлхой. Сейлхой используется за посевки. Кроме того, данная машина позволяет осуществлять посев, без предварительной обработки почвы, культиватором, люпу. Вот, что надо было, бля, ту хуйню продать надо. Ну, да, да, да. Ну, ладно, культиватор у нас есть. Так его продайся. Это просто селка. Так смотри, а зачем просто два раза, мы будем делать два раза одну и ту же работу. Мы будем сначала культивировать, а потом селка, ещё раз культивировать и сеять. Так, ладно, нажми подробность, давай рассмотрим. Вся, погодь, чем они отличаются? А, вот это вот побольше. А, сюда вот ещё. Вот это вот, там разница небольшая. Вот она трёхметровая. Ну, вот колёса. Хватит, хватит, да. Колёса есть и будете. Колёса крутятся. Потрясающе. Не хочет, наверное, короче. Давай, давай, надо другую. Ну, на эту вот 180 лошадок надо. Нет, проще вот эту. Но здесь какой-то мешочек ещё. А тут мешочка нет. Это просто селка. А, это типа она и удобрять может сразу. Вот. Селка же, кроме того, данная может посев, обработка культиватором или плугом. Давай посмотрим. Вот, она культивирует сразу. А ту продать и лучше плуг купить. Сначала лучше вспахать, а вот этой уже, как говорится, барановать и сеять. Вот, это селка, матье. 108 лошадей. Так, можно сеять без предварительной обработки поля? Да. Но, шпажка, это всё равно бы желательно. Тогда тебе просто, просто это самое. Лук ещё, да, и всё. Пустой. Так, а как мне глянуть мои, мои вещи, блядь? А у тебя где-то есть там, всё равно. Сейчас. Где-то, как? Вот техника. Моя? Нет, не понимаю. Вот техника. Так, как эта хрень называется? Вот, и меня спросил, ты шпук полку? Нет, короче, потом её отвезти и продать нахер. Пока она, я считаю, вот эту отвезём. Потом ту продадим, а плуг отсюда захватим. А она тут сразу-то не заправится? Заправится. Выбрать семена. Вот, семена пошли. Вот, пшеничка, Матье. Так, это пшеничка? Нет, это ячмей. Пшеничка. И удобрение в неё сразу извлекат. Да, там видишь, и удобрение. Но это мы сейчас подъедем. Ну, да, у тебя там есть, стоит баг. Вот тут вот, это чё? Это всё семена, у тебя. На полный сеялся, вот, всё. Ну, всё, она полная. Ну, и всё, выезжай, когда он там. Говнецом. Да, сейчас говнецом ещё. А когда корову будут, у нас говнецом будет своё уже. Нет, сюда, наверное, жидкая, наверное, надо было. Или сухой навоз. Нет, сухой вряд ли. А жидкий, это и есть жидкая, да. У нас вот тут чё там. А там у тебя не открывается? Да нет, а тут в менюшке появляется. А просто глянуть в магазине. Морд вот это. Кербициды. Нет, у нас вот это, он не хочет, жидкое удобрение. Морд сухое. Вот у нас синее куплено было. Вот оно. Он его не хочет заправлять. Так, а красное-то что? А, сорняков. Так, семена. Вот, сухими удобрениями, скорее всего. Может быть, попробует. Там кукушка. А вот как раз у них значок такой же у него. Ага. Ну, просто назад сдавать, да и всё. Не ищем легких путей. Да, несложных-то, походу, дело не ищешь. Ты просто по бездорожью. Да, говенатс джип. Вот. Вот, говнеццо пошло. Всё, она готова. Там ещё даже остатки остались. Ну, ещё на одну залпавку. Да. Сейчас поезд поедет, нет? Твою дивизию, бля. Управление вообще жесть, я скажу. Нету плавности поворота. Ну, какая-то жракия. Если влево, значит влево до упора, бля. Так, всякая. ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри, тачка-то загруженная уже так не идет резво в горочку Субтитры сделал DimaTorzok 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 корову увидел я не сразу видит они как надо привыкать к этой корове для уже вечереет нам завтра будет а нам перемотаться негде будет прикинь нас дома нету перематывай сарай переночевать да не инерция сори чего да 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 вот эти квадраты с дерева тоже можно неплохо заработать так мы сейчас и хотим смотри что мы хотим карат сделать мы сейчас вот это поле поставим на поток а сами пока она будет расти бензопила в руки и вперед деревья на лесополал ну как получится счет так нам получается надо с тобой лук лук да просто тупой плуг сто восемь у нас трактор не вывезет сто восемь ты не помнишь на сколько у нас трактор давай 120 по моему 120 открой трактора посмотри сейчас возьмешь он там буксовать будет 115 надо было все-таки приплатить помощнее взять пока так хватит не просто вот это видишь он двухметров на вреде сколько лет он будет это поле пока но тут сто восемьдесят два с половиной метра но он бля он не осилить нихера 240 так сколько у тебя это самое день осталось 223 но еще учти еще тратится надо еще покупаем вот этот чмошный ну давай чичак это просто тупо плуг дошается просто тупо плуг давай два с половой 180 лошадок получается к там побольше есть конечно не не просто это самое на будущее узнать сколько там ваша быть нам надо надо 550 так а сколько только на 550 стоит кредит здесь как россии хрен расплатишься вот я кредит тоже брать что-то никак не хочу 280 290 400 400 лошадок 396 394 380 вот беларусь бы 536 паша нормально 125 ну вот беларусь сам оптимал 425 ты такой здоровый минут до сейчас не уберечь а двухметровый этот самый я думаю может взять два с половой он помедленнее смысл тот хрен на хрен выйдет до уметь не будет ехать но по площади но то есть было бы 5 метровый 2-го ну там надо блин 180 лошадок не смысл а нет от этого двух метровый тут два с половиной там надо блин 180 лошадок не смысл о нет от этого у вас нет ни есть бы был 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 бы было бы 5 метров тогда еще до хочу являть трактор гнать за ним придется машине но машинка увезет да нет машинички пахать не к тому что цепление как узнать какие колеса уничтожают урожай ты куплял игру конечно антох 20 числа купил хер на роль там нет крепления лишь под фарков метод под фарков метод тракторов не туда 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 только здесь оставь это цепи поливал так как мне нужно тут не помню как переключиться отцепляй все давай разгон в чем в камеру не включай а как увеличивается прикольно юля прихват что случилось солнышко кто тебя обидел по мне не обидел чекулик взяла нет почему ты чекулик не взяла не хочу не хочу а он просто уже есть ха 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 блять о ёпу я в мигалку нашел ладно мигалку не знаю чем вообще происходит что происходит мужика тебе надо реального а не виртуального а вообще да 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 чекуляш пойду купи лошади ну да наверное или тебя переходный возраст переходный рост легку пил лошадь и пук одиночку будешь на лошади пахать как свет включить ладно потом настройки а там на стене выключатель нет все я прям я не могу я хочу зайти смотреть как выключается включить выключить фонарь f и и прониксатор папа когда свадьбе никогда почему жизнь боль ты а солнце ебаный светильник так ну все получается к этому полю мы полностью подготовились а блин на чем косяк ребята ну а мы ж теперь на чужих полях то не можем деревья потому что чужие поля жизнь боль давай сохраним так как же приятно смотреть стоим когда лёха расслаблен и счастлив вот золотые слова лошади смотри юлька все образуется закончишь школу стрим звездочка смотрите здесь лошадей теперь можно лошадей дрессирует затем продают у вас может быть до 16 коняшек у каждый будет своя кличка и уровень физической формы чем выше уровень тем дороже стоит коняка укрепляет физическую форму лошадей катаясь на них юль это для тебя юля юля чего я тебя коней объезжать катаясь на них при покупке кличка назначается автоматически изменить кличку можно в меню животных ладно а свиньи твое а навоз овцы спасибо про козлов там нету собак и так настроение не забивает ладно куры это твое мы не петухи уже не твое они уже психолог смотри с курами интересно только где курятник там ли где построишь там лесоводство смотри-касть мы можем посадить деревья сами вон видишь как ну кстати как вариант вполне вот опять поле надо ну да это поле пускай вот здесь сеется все не это поле мы с тобой приготовили это пшеничка стабильная денежка все дела кстати деревья можно посадить там горы купите в магазине подон саженцами сосны или тополи загрузите его в леса посадочную машину но это прицеп видишь вон машинку покупать сосны можно сажать практически везде но растут они не быстро сажайте на на поле тополя на поле тополя на поле тополя на понял сосны везде можно да а тополя только на поле и убирайте их когда вырастут с помощью силоса уборочного комбайна и специальные жатки так вот заготовка взоросла 9 можно срубить раз значит осталось пойти работать но это да как вариант можно срубить и распилить на части при помощи бензопилой компании это вы свалили дерево бензопилой вам придется вручную убирать его ветви лесозаготовительный комбайн делать это сразу полочные бревна можно продать на лесопилку цена на древесину зависит не только от размеров но также от прямизны ствола небольшие изогнутые бревна будут стоить заметно меньше длинных и прямоугольных щипа но это это щипу мы купим вы также можете обрабатывать бревна щиподробилкой производящий и отвозить туннель лесопилку тополя можно убирать с помощью силоса уборочного желудка но опять щипа понятно ну вот вишу поставить свою лесопилку вот смотри да можно свою наверно видишь он тополя выращивать на земле ну на полях и саженцы уже в щепу обхерачивает и продает просто как щепу корчевание деревня и вы можете корчевать вам поможет корчеватель понятно не так помню что мы теперь хрен до чужие поля а хотя бы и для теми залезть и там спит траты или в комбайне где нам будет комфортно в кузове деревья на чужих полях не дадут пилить ну да вот прикупать ну-ка стоимость 400 мать его стоимость 500 у нас 200 всего а вон там выше твоего поля как раз отвлекается 400 вот тут вот 195 минуты в курсе у нас пятна река останется здесь на одну бензопилу 300 ну как вот и может это когда урожай соберешь своего поля ну да тогда и будем присмотреть я думаю вот этот вот участке присмотрела нас есть хотя у тут да не вот этот вот прикупить а чё там у нас дома нет мотануть время бомжи где-то тут где-то тут я че-то видел на скоренье времени ждем рассвета ну об этом сейчас ладно сейчас нам поле убрать и будем думать уже какое триж 17 были прямо ли сад там можно было на халяву приподняться тут такого по моим твени даду да просто надо где-то сосны продать царь такие облака классные теле это кто-то курит 2 и пин Вот он в компань залив Посмотри как у него фара работает Хреново, ничего не видать Сейчас, да, 23 часа Сейчас быстренько время пройдет Дайте музончик что ли поменяем Нашел группу такую вконтакте С музыкой Бесправную, бесправная музыка Дайте радостное, вот Юльке настроение поднимет Такая обкуренная музыка Пойдем к полю подойдем, может созрело На машине подъедет Нельзя экономить будем Растет Дегаль как-то можно было видеть Видеть, смотреть А, бля Нам, короче, нужен вот этот цвет Можно косить уже Спасибо, Юльке На хорошее настроение, Алеша Ну там на одну волосинку даже хватит Вон уже 4 волосинки 40 волосинок Че ты Ты у нас супер Супер этот как его Сбор на волосы Смотри, какой рассвет Кровавый рассвет На купленной земле нет деревьев Треки мы не слушаем Нет, все, проехали Теперь слушаем всякую мусорную песню Вот урожай созрел Реальное время, как ты играешь В реальном времени Ну, опять-таки, вот он созрел, да? Он желтенький Может чуть-чуть подождать Наркоманские напивы какие-то Сейчас попробую другой поставить Есть атмосферное, мистическое А ты вся в соплях сижу Думала вообще добью себя На, романтическое Ну, че, думаешь Собираем урожай Вова, ты где мой главный агроном? Агротехник Надеюсь, не кризис среднего возраста Неа Слава Богу Я вот че думаю Урожай созрел Когда его лучше собирать? Когда он более красный станет Или желтенький? Че, пора убираться Вот, да, Вова Хотел с тобой писать Чатик Че-то не хочет Мне советовать Смотри Урожай созрел Но здесь есть Три стадии созревания Вот как лучше Начинать убирать Может, все-таки На второй стадии начинать Но тут есть еще и увядание Так, если ты на второй стадии Успеешь собрать А хрен его знает Ай, поле-то вон, блядь На всяких Всякие звездочки Не факт, что успеем убрать Хотя, если режим реального времени Давай мы тонем еще тогда Давай немного потонем Вылези, хороший соляр Значит, такой вообще канала Бля, и с чем ее едят Птицу перлетают Да, они замышли Мой ураг Ишь, ишь Ишь, ишь Ишь Поле просто огромное Угло поставь Да, я сам как пугало Поле огромное Мне это нравится Просто это поле будет Значит, сколько лет пахаться Здесь по-хорошему Надо два плуга Два трактора Да тут еще смотрят Какой скоростью она убираться будет Не, убирать будем в режиме реального времени Не, это понятно Я в том пальце, что Какую скоростью у тебя этот трактор будет ездить 10-15 километров Собери линию свежезрелого Потом линию среднезрелого И сравни, где больше Да ладно Заморачивайся, лень Сейчас уже до среднего дойдем Привет, удачного стрима Привет, Женек Спасибо И он присесть может Надеюсь, он не какает там на нем Ты нагадку тогда сядь и включь вперед Смотри, это будет больно Не, ну поле-то у нас вообще реал У нас сорняк попер, понял? Да ладно Поехали Ну да Где тут время, ставим Давай, пройдемся в первый раз сами А потом уже на тракторе поедем Так, приспособление Так, развернусь комбайн X А мы вообще с той стороны-то не начали Да тут, по сути, не особо разница Нет, ну просто вот так или так С той стороны Нет, то что я сюда уехал подальше Потому что труба у нас вот, видишь, она сюда Чтобы На тракторе Понятно Так, вы за это сложите Включите отделение Так, мы солому будем распрыскивать Или собирать и продавать? На первый раз, я думаю, проще собрать Продать денег, что нужно Утобрение-то у нас заряжено Да Привет, блогеры Привет Как мы они блогеры Так, стоять Солому видал, пошла распрыскивать Не понял Так Б Данная культура не дает соломы Хреновая культура, что я скажу Фермер, как ты? Ничего, наш первый урожай попер Медленно видал, собирается Прикинь, сколько лет вот это поле косит А шляпа для образа? Это какая-то бригадирская шляпа Яка ферма симулятор 17, Чи 19 Нет, а, понимаете, здесь много таких маленьких деталей Коняшек завезли Теперь коняшек будем разводить Коси, ничего с тобой не сделается Да Медленно, потому что жатка неподходящая Маниакальная твой друг пришел Что, из-за жатки проблема такая, думаешь? Нет, нет, нет Медленно это все нормально Это такая скорость Какая-то скорость неподходящая Ну, как видишь Он 10 километров в час ходит со своей жаткой Понял, да? Да, но это жатка-то по побольше размерам Там жатка сколько? 4 метра, а это сколько, я не помню, 7, да? Мы взяли Ну да Или с чем-то Разница чувствуется А, там в горку было Видал, вон 10 километров Поехали Все, мы разогнались Комбайн не на Формула-1 Дозрел урожай Ну, как дозрел? В магните закупился Сижу вот Как дозрел? Ну, так себе Собрать можно, говорит Ставь боты и погнали А куда? Нет, нам сейчас первую добьем уже А культуринов? Кого-то там первую добьем Для сравнения подожди зрелости Поздравляем А я вот ухожу Ну вот смотри Сейчас мы полный бункер наберем И потом вторую стадию И потом вторую стадию Наверное Даймурт на самом деле Так и сделает Куда? А что-то тут он медленно едет В горку? В горку, что ли? Гулять Давай, найми-то Вот, найми-то посадил туда Так, а где этот самый индикатор заполненности? А справа в нижнем углу? А, вот эта полоска? Ага Какая разница? Чтоб девяти дома было Кто мне объяснит, что такое канола? МММ Ясно или? Ты вон закупился Счастливый Вот и сиди Лёх, Лёх, давай трактор этот самый Сразу сеем Нет, сейчас уж побольше Отойдет хотя бы редко четыре Чтоб друг другу не мешались А трактор, да Блядь, зарплата уходит дорога Можешь сразу начинать это самое пахать Да Я понял Не получится Не получится Чему? Нам трактора одного будет не хватать Грузовик, думаешь, утащит легковой Вот эту телегу Ты пахай сейчас начни сам Нет Там заполнится телегу ему подгонишь Руня получается Руня получается Ну у тебя все равно не хватает Понял так понял А хотя в принципе что У тебя денег еще есть? Есть У меня хватает Смотри Если с каким-то пацаном То тебе капец Да, грузовик пока не вариант Нахера Да, нам для них другой прицеп надо Да Да нет Там можно Да Нет Нет Эти трактора тебе не надо Для прицепа Как для испилить будет? Кому я нужна? В смысле? Ну тут вот Легкие трактора А Мелкие Вот они Вот это вот можно купить Но к нему хрен что спереди прицепишь А тебе не надо Тебе не надо Тебе надо Тупо дать Саму прицеп А вот как Нет Я просто думаю Чтобы он был многофункционален Скоро Травку потом покосил Ну купи рядом который На нем тоже нет Вот Такой же как у нас Дорого Короче Пизду Для прицепа Тебе их достаточно Пускай он на прицепе и сидит Во Ха-ха-ха-ха Да Вот на прицепе и все Левее бери До вечной стартуем в ту сторону Леха 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 Будешь или нет Здесь с лесом видишь вообще как все это самое замудрили С лесом мудрено теперь все Всем отличного стрима Ушла Лес теперь только на своей территории рубить можно Покупать надо Кинула Кинула Короче Да она за чекуликом пошла Она послушала меня У тебя на земле ведь были деревья Да что там этих деревьев чуть-чуть Чуть-чуть Не ну я поспиливаю все то что у меня есть Но это опять глянуть надо Но опять таки Ради тех деревьев Ради двух-трех деревьев Разве есть смысл покупать технику Покупать Да что он тебя кинул блин Что ты начинаешь что Это не знаю она в морде как ты Овчины шкулы как там это блять Поговорку забыл Овчины выделки Выдержки выделки Да вот Поле свое не будешь саженцами засаживать Не почему засадим Кстати Научился убил корову повернул Ага Кстати слушай как вариант Хорошей идеей же подкинули ребята Соленцами Да мы определяемся с тобой где Как у нас косится трава Ну поля Опять я этот знак шум Иди гуляй еле один посижу Вот смотри например вот тут Как у нас вдоль Вот тут все вообще Можно засадить деревьями Нихай растут Что думаешь не пойду? Вот эти поспиливать Но с другой стороны нам здесь вот Хорошо бы гараж построить с тобой Да Здесь хорошее место Но началось Но началось Пойдешь Ты один хер молчал весь день Милые там опять чешутся Че он уже встал что ли? Милые там Милые там Милые там Милые там Выставил Стоит Труба у него Стоит Не Довольно таки Быстро идет уборка Да Главное Вовремя его соблюдать А то он встанет И тебя там все Взберет Ну а теперь неплохо и молчать буду я Вышло Вышло Ну Сколько таких Выборков Дверь Две Три Ну Смотри Три точные Да Три точные да вот тут вот надо чего-нибудь нам тут построить будет стать вот тут хорошее место расстроиться до база построить потом где у нас противовес ты его не встречал зачем тебе противовес ты шпул будешь одевать но так лук и чтобы пахать и чтобы противовес на проект овец где-то поливалка поливал увидишь нашел чтобы он раком не вставал на дыбы да тут вот деревья поспиливать траву с покосить можно продать и пропить тоже так ну у нас деньги только на наймитов пока мы останемся интерес в плюсах иди тогда с той стороны где начинал оттуда же думаешь конечно а ну да что друг за друг точно точно вот видишь вова ты говоришь покупать надо вот как я без для главного зоотехника скажи агроном за техника за животными это агроном вот как как я не шаре я не разбираюсь вон армурсе чуть вперед попадаете да смотрю просто как нет надо с краю идти ну чтобы это козел тоже ровненько пошел давай афальт сплышим Чуть заедь на поле, что-то и начинаешь перейдеть. Маймит закончил. А, он не сообразит, какое поле, блядь. Еще, еще, еще. Да, вот. Все, погнал. Чуть-чуть, все-таки, мне кажется, он, да, обрезает поле. Ну, хрен с ним. Ну, этот на 12 километрах, но он и пашет по чуть-чуть совсем. Да-да-да. Блядь, денег жрать будет этот, наймит. Так, давай, наверное, грузовичок, а то этот скоро... В любом случае, на трактор нормальный покупать. Дороговато будет. Вот, смотри, вот тут, где мы едем, можно будет леса посадить. Ну, да. Считай, с той стороны нельзя, потому что они там разворачиваются. Чуть не раскладывается еще. Как минимум, должен ширину трактора пахать. Да, он 3 метра всего пух. Два. Два даже, да? Такой убогий. Все, погоди, сейчас. Давай, я сейчас здесь торможу. Не, фига тут фермеров. Не, ферма, она очень интересная игрушка. Когда толпой будем играть, так это вообще будет классненько. Ну, блин, мне у всех денег хватит. В этом проблема. Не для меня скучная. Нет, скучная может смотреть. Ты не ценитель, понимаешь? Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка. Да, у нас там частенько проходят конкурсы. Сегодня, кстати, розыгрыш конкурса будет. Так, что я сюда залез? Да фиг тебя знает, что ты сюда залез. Я это что-то хотел, погоди. Блин, больно этот самый вспахиватель быстро идет. Догонит он комбайт. Да-ка тормознем, ничего страшного. А, цена, хотел глянуться на канолу. Ты не помнишь, как канола выглядит? Нет. Ну, ладно, наведи на нее, да, посмотри. Там, нет, не пишет. Вот канола, понял. Видишь, он не пишет. Так, вот и я вот рядом с подсолнухом, по-моему. Здесь сетевая игра через ОВ. С сервера или напрямую между игроками? Нет, сервер. Я сам создаю свой хост, либо если у нас будет много народу, я куплю хост. Смотря сколько человек у нас будет играть. Так, до девяти человек с моего компа. Ну, с другой стороны, непонятно, сколько он может и всего пять человек мой комп потянуть. Если он не будет тянуть столько народу, сколько захочет с нами играть, то я возьму хост. Там один бакс он стоит. А чего сейчас не играете? Сейчас разминка. Сейчас сетевая не работает версия. Вот она, да? Смотри в ресторан, как ее хочет быть. Может, отвезти пока не поздно. Ну, хотя бы еще пару выгрузок, то она здесь сделает. Ну, тогда время надо реальное поставить. А, стоит. Посмотри, он там не заполнился, догоняется. А он скажет, сообщение тут вылезет. Так я понимаю. Нет, ты переключи сейчас на комбайн, посмотри у него заполняемость. Так и чуть-чуть освободи поле там пахателя. Да, сейчас, погоди. Ресторан, ни хера он берет, смотри. Ну, вообще нормуль. Хоть цена не вверх, вот тут завышена, а это обычная цена для ресторана. Ну, опять, сколько он возьмет ресторан? Он может все не взять, видишь, в чем дело. Он может часть только взять. Ну, попробуем. Ну, да. Я даже на улице с вами. Ай. С пацаном говорит, да. Куда ж ты там без нас? Снег идет. О, снег. А у меня, кстати, что там? Ага, пошли разгружать его. Нет. А вечера он как далеко уехал? Я тебе говорил, догоняю. Так, это у нас 5 тонн, да, по тысяче. 5 тысяч маловато все равно. Турбат, ты видишь, к той стороны. Да вот, стой. А на эту столб не перекидывается разум? Нет. Вот и есть так. С утра все белое было. Красота сейчас сняток. А пилот не получается медленно сделать. Да я пытаюсь автопилотку сделать. Не, не надо. Лучше тогда вручную прозвать. Он сейчас выгрузится, будет пустое, и ты сразу едешь. Я его подрезал. По-моему, ты все поле порчишь. Да вот и я тоже думаю. Давай дождемся лучше, он тормознет. Да, вон, видишь, я поля порчу. Здесь же вот такую фишку сделали. Не, медленно. Ну и пускай. Пахивает. Держи, фишку сделали, что я теперь топтать могу. Какие колеса, которые не портят? Или нет? Ну да не знаю, вот узенькие колеса будут портить, не будут. Поле большое, но что-то все равно выхлопа маловато, да? Ну глянь, мы почти все выгрузили. Что, до конца будем загружать? Да, он пустой почти, да, но может тогда съесть пока в ресторан, сдать это. Ну хотя, блин, а вдруг ресторан только один раз принимает? Ну тогда ждите заполнения. Да, лучше уже, блин, по полной забить или. Давай тачку угоним, что ли. Тачку угоним, что ли, где-то ресторан-то. Что-то, блин, не так. Тут наполовину загрузили. Там где-то тут был. Да, вот он. В принципе, недалеко ресторан. Катус магазина. Че, поезд подгони, его загрузили. Да, не шустренько, он 4 километра. Странно все равно. Поезд здесь для красоты. Нет, поезд не для красоты. Там есть и... Сейчас покажу. Вот станция, ЖД-станция. Она тут дрова принимает. Портовое зерно принимает, опять-таки. Известь. Я не знаю, для чего известь. Тебе новую хрень велеть. Ну, тебя по кругу гоняет. Ну, да, для красоты. Ты пока путь до ресторана разведай. А то пока будет полухон. А то опять я не туда. На мини-карту здесь, матресс. Ресторан. Куда здесь угружать? Сзади, наверное. Да, вот, видал. Они, походу, всех одной кановой кормят. Мне-то видал, да, какими объемами. Нет, машину-то убери, а то потом... Что, я думаю, машину может продать вообще нахрен. Пойти по-хорошему. Нет, пускай будет. Поехать попроще будет. Я хоть побыстрее ездил, если что разведать там. Я не знаю, как с курятником. Бля, я хочу курятник. Курятник еще раз. О, кстати, а что там продается или покупается в ресторанке? Значит, что там? В смысле? Взади, взади. В пикап попробуй зерно собрать с комбайна. А, это денежки, это банкомат, кредит взять. Да? Везде кредит. Ну да, так не, он соберется в пикап зерно. Ну, там под этот стол соберется. Ну, смотрите, все. Вот, можешь взять. Взять кредит 5 косарей. Ну, потом херу платишь, блин. Да, ну да, смысл нет вот такого. Так, вот смотри, я вот, что думаю. Закон для скота. Прочие. Вот Керхер, кстати. Кау-кау. Модификатор. Лесопилка. Подонапорка. Воду набирать. Ну, это скотину выкармливать. Так у тебя уже есть кредит? Нет. Вот, курятник, смотри. Мы можем там себе курятник построить, завести. Он на 20-й. Вот смотри, Лёг. Я в Дискорде отправил тебе ссылочку. Это мультик, короче, про американскую мечту. Про кредит. Экономка заплатит 5 тысяч долларов активно. Есть у Ифран Айс. Че, да потом. Смотри, будка. Смотри, вот можно курятник поставить. Двадцатку всего стоит. Ну, курей придется прикупить. Курятник только зернышко подавай. Или каноло. Каноло у нас есть. 20-40, это что, поплошь, или не включаются, да? Да, я так понял. Байт. Загон для выгодных лошадей. Да, это размеры, видишь, уже. Ну, я думаю, просто, знаешь, курочек маленьких купить. Так. А что за будка? Да просто. ФС-19. ФС-19, да. Ну, опять, надо найти место, куда поставить. Так-то можно поставить. Пару курейк поставить туда. Каноло у нас есть, накормим мышек канолой. Так, погоди, ты пока разберись сначала с этим, с уборкой. Че у тебя там? А, кстати. А, и посмотри на созревание поля. Есть уй раз. Ну, не, оно все еще в первой стадии. Ну, и отлично, пускай поставит. Да нормально, первая стадия. Я думаю, сейчас собирать уже надо будет. Так, он у тебя там не тормознулся, нет? Да нет, все нормально. Еще не помню. А вот ты бы так не смог. Не, ты че нахер? Здесь прям в гадалки не ходи. Особенно с моими-то руками, блин. Четыре километра. И здесь коровы нету, чтобы повернуть. Купить валпру. Вот, кстати. Кстати. GPS так и не добавили разработчики. А хрен его знает. Привет. Привет, девятька. Смотри, куда не прорядничка, воткнуть. Где вот наша земля? А, вот это не наш, нихуя, да? Это да, это не наша. А нажми на нее, она покупается? А, ну да. Чембожник такой. Да, он такой-то. Как дела, братан? Работаем, работаем, братух, работаем. А вот смотри, вот до дороги, видишь, тот уголок, который... По кругу-то ты вставил. Вот этот? Не-не-не-не-не-не. Да-да-да, вот этот. Вот я тоже думаю, что курятник воткнуть. Давай латкнем. Погоди пока, это самое. Знаешь, что я тебе скажу? Говори. Мне надо тогда освобождать этот комбайн, когда он идет в ту сторону. То есть ты как раз на поле будешь его собирать? Да, чтобы не мять. Да-да-да, и поле портить не будет. То есть разворачивайся? Да-да, я понял, что ты меньше говорю. Слушай, тут вообще может поле подрезать. Хотя смысл его подрезать. Поле-то хорошее, большое уже, годное. Да-да-да. Не, я думал заквадратить его. Купи FN 1050 варьо, когда заработаешь пэй. А заквадратить ты его не сможешь, потому что там чужая территория. Четко FN 1050, по-русски теперь. Моя твоя, не понимай. Это техника так называется. Это трактор такой в самых классных. Посмотри сам там. Да, лази, вот пошел смотреть. Как он еще раз называется? FN 1050. Ну, видимо, в самом конце. Где он? Нету. Может, из средних? Вот он, тысяча. Омотали. Это тоже сасая, что и 1050. А, ну то же самое, что... Нет, я его и буду брать такой, потому что поля большие будут. Это имеет что-то вот это, да, грузительное? К чему я такие и буду брать? На них плуг можно такой, мужской плуг засадить. О, иди, собирай. Да, я иду хочу. Да. А ну тогда ЛК. Все, я его помню. Опа, успел. Надо заранее просто было. Не успел я его нападать. А, да, обязательно. Ну, смотри как, блин. Ну, не знаю, пойдет ли пиратка, будет она держать. Вот, смотри, 17-я не обязаловку же было покупать. Вот так, по чесноку, да? И пиратка нормально сетевые держала. Но, с другой стороны, на лицухе можно создать, если много народу захочет играть с нами, можно создать выделенный сервак. Не так он дорого стоит. Там один бакс он стоит. И что он... Так, а отъедть немного. Да, он по-моему пустой. Сейчас я под конец еще его там грузаную и... Нет, смотри, я сейчас в конце пути его еще поймаю. Пусть он мне выгрузит. Хотя, стоять! Я же его сейчас могу поймать. Конечно, может в пути. Хотя, нет, погоди, не возвращайся, не надо. Зачем? Я сейчас... Да и все. Не, а я... Автопилот настрою аккуратненько. Под его скорость. Сколько он, 4 километра же ей? В ГОТУ 4. Вот, 4 километра подстроил. А, он уже там разогнался, смотри. А, у меня там в ютубе же написано. А, он 10 километра. Не хочет он. Ты его подрезал. Ну да. Должь добить до 18 тонн. Лови его в той стороне, пускай он до пустошного приедет. Сейчас нету смысла, он пустошный. Так вот, я сейчас хочу поймать его, вот сейчас он. Давай вырубай. Пусть все высыпает нахер. Все, я поехал продаваться. 1050 Ti, 838 ядер на 4 гигагерца, на 4 гигагерца разогнанный, 12 оперативы. Так, вот, да, вот так. Смотрим, что у нас там. Ну так же ехать туда. Да, да, да. Только закрой кузов. Сейчас. Хорошо, ресторан. Магазин, Мигель. Магазин мы найдем. Полторы тысячи. Полторы тысячи 20-го числа заплатил. Этого месяца. Полторы тысячи 20-го числа заплатил. Прилично. Ну вот смотри, в чем дело. Сейчас 18-ка стареет. Это примерно, ну, 20-ка он сейчас за один кузов нам заплатит. Блин, что это? А машина-то не вытянет его? Это он даже нереалистичный. Ну смотри, какой джип тебе 18-т он потащит. Нет, грузовичок прикупить надо будет потом один. Для таких целей. Вот этот трактор пропить можно. Даже боты быстрее тебя. Да боты что-то 30 километров в час. Так что 20-го числа мы стартуем. Как минимум два человека у нас стартует. И кто еще там надумает? Вот сейчас, Вову, как мы соблазняем, как мы соблазняем. Будет у нас главным агротехником. Да ладно. Вот смотри, как у тебя получается. Я по животноводству. Мне курочек дайте. Королу, муховечка разводить. Я и в 17-й мне больше нравилось животноводством заниматься. Я что за законом по области? Пошел нахер. Он налево поварает. Да я войду, блин, подрезать, сказал. Ну и опять налево. Не, вот он что, издевается, что ли? Ну вот тут прямо-прямо-прямо. Вот. А вы говорите, GPS не завезли. Завезли, вон все, видишь, да? А где Вова через 300 метров поверните на право, блин? Через направо, да-да-да. А что будешь следующим делом покупать? Ой, сейчас расскажу наши планы. Вот самое главное подписывайтесь. Не стесняйтесь, подписывайтесь, лайки ставьте. Соевые бобы. Так, начать фигурочку. Сейчас он общую цену скажет. Возьмет ли в следующий раз? 25 косариков почти. Ну так-то неплохо. С поля, мне кажется, сатыга выйдет, да? Да, в принципе, с поля сколько раза 4 ты съездишь, по-моему, сатыга должна выйти. Сейчас выйдем. Так, следующим делом, что мы хотели? Лесопилку. Ну, в смысле поля. Нет, следующим делом курочек. Я вот хочу курятилки. А, ты уже решил курочек? Курочек, там в углу посадим курочек. Сейчас мы урожай соберем. Там, где ты показывал, в углу, у тебя не получится их посадить. Почему? Вот тут вот. Маленький курятник посадить вот тут. А ты посмотри, где у тебя территория-то купленная. Опа! Ага, тогда получится, да. Вот. Хорошо бы вот это поле купить. Я хочу восьмое поле очень дорогое. Но я хочу туда восьмое поле и посадить туда чисто хлопок. И вот тупо собирать. Не сажать, не поливать. Не, ну, может там удобрять иногда. Ну, то, что пахать, ничего такого дела нет. Не четвертое, пятое объединить под хлопок. Четвертое, пятое, а смысл? Ну да. Ну и дороже вы. Объединить и хлопок туда засеять. Оно будет поболее. Ну-ка, 800, 1600, 1200. Ну да, поболее будет. Потом, где-то надо еще поле чисто деревья высадить. Нам под базу. Если есть чисто деревья, это можно взять тогда вот такое. Ну вот эти вот три, которые идут справа. Так, нам еще базу. Ну базу, это вот это вот надо покупать. Она, в принципе, недорого стоит. И тут базу расстроить. А еще нам конюшню надо, а еще нам надо, бля, коровник. Вот, например... 9, 10 и 11. Вот как раз оно можно под лес. Под лес. Тут как раз водичку. Тут лучше лес посадить. И оно стоит. Ну это может сейчас так стоит. Под базу, мне кажется, вот 9 хорошо было бы. Или вот 8 типа, центр, карты, все дела. Ну ладно, сейчас у нас курятник, а дальше думать будем. Так, иди там, загружай кузов. Налево. Что-то у нас соляра вообще не кончается. А ты сам откуда? Саратовская область. Россия. Не, карта интересная, ландшафтная такая, рельефная, да? Да я сам сырек. Что-то музыку-то слышно или прибавить? Не знаю, мне не слышно. Я не расстраиваюсь. Я вон птичек слушаю. Не слышно. Эпичная. Да музыка тут такая, не больно приятная. Так, для антуража поставил. Без авторских прав. А то один канал уже закрыли. Воу, я думаю, пока тот откроет, мы уже тут столько же подписчиков наберем. Вот тоже хорошее поле, его даже расширить можно, вот если купить. Вот 12-е, глянь, насколько его можно расширить. А сколько на прошлом было? 1100. Нас на 3 месяца забанили. Он там, наверное, всегда ведь заполнено. Да не, он же посреди экрана же будет надпись такая. Ну, он вон стоит, видишь, ждет меня. Угу. Как там Саратов? Да, блядь, ничего нового. Вообще ничего. Такое ощущение, что он больше не пахал, слышишь, че? Через 10 минут, пожалуйста. Он уволился, урод. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не пахал, дрожжи. Не пахал, дрожжи. Да хрен с ним с этой стороны поедет. Хотя, смотри, че. Не-не-не, а куда ты? Продолжай, где было-то. Можно оттуда, чтобы труда туда смотрела. Нет-нет-нет, ни в коем случае, потому что у тебя там распашка идет. А-а-а, я и забыл про него. Ну, Алеша, мне простите. Вот он козла кусок, да, взял, киданул такой мне мне. Ну, да. Да, сто пудов он на бутылку заработал, хорош, нахуй. Может быть. Причину не издавали. Хе-хе-хе-хе. Так, ладно, давай еще раз. Блядь, матерый комбайнер был. Ну все, блин, испортил водку его. Так, давай запускай. Ну ты че, Васильич? А-а-а, это Нига Васильич, да? Не, это индус какой-то, смотри. Может быть, может быть. Это же Рашка Ясенфер. У него папа спросил? Так, так, чуть-чуть убавлю. Теперь щитарек. Так, он туда-обратно, где-то вот тут надо будет спраечку бросить в середке. Ну, раз в четыре, я думаю, мы съездим. Хотя, не факт. А хотя, можно, смотри, вот так прикинуть. Не, лучше развернись, чтобы он на обратном пути разгружал. Не, к тому, что, наверное, четыре ходки мы ни хера не сделаем. Просто он на обратном пути поедет, и ты сам нахапнешь его, поймаешь по пути, и на ходу разбудишь. Вот, дорогу перекрыл. Я им управлять могу. Не, налево, я им встал налево, уверен. Ну, руль, что ли, покрути, наверное. Что-то там направо поворачивай, быстрее. Быстрее, идти в дорогу, блин. Так, ну, сеять, мне кажется, рановато. Здесь, в принципе, можно говнецом пройтись будет. Зачем у тебя там удобрение сразу? А, да, у меня же там, блядь, два в одну. Ты что-то больно быстро забывать начал. А я, Леша, мне можно. Сей норм уже. Не, это самое, не склероз? Нет, у меня сеялка большая, она быстро догонит. И опять, у меня трактор тогда не хватит. Блин, ворон добавили, это так классно, оживляет игру. Давай, поставим X5. Что-то скорость у них не добавило. Нет, X5 по времени года. Время именно идет. Не скорость работы. Ну, я понял, да. А смысл есть? Да хуё с ним. Особенно, когда уборка идет. Да вообще никакой. Просто думаю, сейчас мы посадим, что нам делать-то? Хуятник строить, ну, построим. Пивко гоняешь? Не, я уже... Подписался, залайкосил. Пойду сам поиграю. Спасибо, Лех. Я уже как четвертый год не пью. Ну, ты, наверное, знаешь такое пивко. Ну, печень тоже не рада этому. А, да. Ну, моя печень, говорю, тоже не рада этому. Надо на вспашку трактора три так загонять. Ну, больше, чем пивко. Чего говоришь, три трактора? Да. Ну, да, чтоб они рядом шли как раз. Так не проще один хороший трактор прикупить. Ну, это да. Ну, от половины как раз я сейчас там в конце перехвачу, смотри. Ебать. Полтора косаря зарплата, мать его. Ближе к полю подъезжай. Короче. Чего я просто, блядь. Давай. У меня работа потом выгонит. Я, говорит, тут, в принципе, собирать урожай я мог и сам. Это, блин, полтора косаря. Сокомой, мол, бы. Ну, ладно, в следующий раз умнее буду. Все равно одни руки-то у меня свободны. Я же сейчас ничем не занят. Уж пахать-то хрен с ним, пусть они пашут. Я ни конь, ни хрена. Ага, какие-нибудь птица в косилку попадет. Нормально. И сзади так. Дождь пойдет. У меня аж печенюшки здесь есть. Тики, тики. Со вкусом пиццы. Так, что бы потом еще полезно сделать? Ну, с пшенички будет больше выхлопа. Солома. Смотри, опять-таки, чтобы солому продавать более эффективно, тюка-катальщик нужен. О, не. Это, смотри, это тюка-катальщик. Плюс прицеп под тюки. Под тюки. А что-то, мне кажется, геморрой не выходит. Да? Ну да. А читай, покупать надо будет виллы, чтобы тюки грузить. Так, да-да-да. Так, да. Это тем, в самом начале его надо ловить там, чтобы пока до конца доедет, освободился. В смысле? Ну, видишь, в конце он тормознулся, и все, работа встала. Думаешь, он дальше не поедет? Нет, поехать он поедет. Я в том плане, что в самом начале его там ловишь, и пока он доезжает здесь до конца, ты его уже освобождаешь. А, ну так вот я вот здесь так ловить и буду. Нет, не здесь ловить. В самом начале, с той стороны. Зачем? Тогда мне придется на травку заезжать. Зачем тебе на травку заезжать? А, все, понял. Сейчас уехал на ту сторону. Он там развернется, и ты его поймал. Так, сейчас. Погодка. Заслышу я, не ори. Заслышу я, не ори. Собаке где-то, блядь, щеловек. Так нет, вот о чем. А, у меня там работаешь. Ну, раз едет только немного, а то там пашни ездят. Заслышу я, не ори. Чего это вот так медленно-то? Хрен его поймем. Может на самом деле то, что жатка не местная. Может комбайн помощнее надо. Жатка побольше взяли, а комбайн тот же остался. Может быть, кстати. Давай в следующий раз купим. Все-таки жатку поменьше. Да не комбайн побольше. На комбайн явно денег не хватит. Почему не хватит? Этот продаж и там хватит. Не знаю, нам же еще курочку купить надо. Да можно и этот оставить. Он, в принципе, нормально собирает. Пусть и помедленнее. На бой-то поставить. Да. Да. Но это смотря куда возить. Ну, до ресторана и обратно ты как раз успеваешь. И ты сам приехать, он уже помнит. Угу. Попробуй все-таки машины подцепить. Может увезет? Не, ну она увезет. Ну так не интересно же. Ну ты представь сам, бля. На жигулях, блядь, везти. Сколько там тонн, блядь? 18 тонн. Ну че, нормально вполне это самое. С горки, с горки то да. А тут, по сути, с горки то и получится все время. Потом пустую привезет. Не, для сбора урожая надо грузовичок. У нас, в принципе, хватает на грузовичок. Но у нас только на грузовичок хватает. Не, 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 пока лучше пользоваться тем, что есть. Да ты че, нахер. Чтобы отвезти два прицепа, блядь, покупать грузовик за 170 царей. Ну ее нахер. Было бы у тебя три таких поля, тогда да еще. Смотри, один раз прошелся, считай половину у него заползли на батутах. Ага. Ты шо его там в конце выгрузил? Ну да, там выгружал. Ну да, там выгружал. Вот и смотри, сейчас запускаешь бота. Сейчас запускаешь бота, тогда получается, и пока едешь туда до конца, выгружаешь в этот прицеп. Так прицеп пустующий. Так я тебе говорю, сейчас бота загрузят, что он поедет, и ты на ходу выгружаешь. А смысл? Если мы его в конце подловить можем. Если я могу сейчас это руками спахать, и полтора косаря сэкономить нам. Так бота врубил или что? Нет, руками пока еще. Да пусть он руками едет. У нас режим экономии поехал. Так вот теперь бота. Работа по веку. Работа по веку. Позавчик. Продолжение следует на франциде. Будет играть со мучелами. Поэтому, если у меня не будет, то есть вот цель нужно на франциде. Оптима пустого раппират уводясь на франциде. и бот не ровно как-то идет ну вот там свой как вот gps блять мигат непонятный врач пусть он ей разгружая уж он обратно без проблем поехал да ладно он тормознется я с него сгружу да и все пойдем порядок он тормозит как раз на обратном пути ты привез на польза и дача там два метра уж протопчем я хочу курятник приглядеть и поставить хоть каким полезным делом заняться я вот думаю тут можно как-нибудь забраться хер народ да вот какая-нибудь грунтовая дорожка я почтовый знак какой мощный тайными тайными троп не непонятно где заблудились вообще не я примерно понял много хватит силы легко понял знакомый бы глядь это корова ты куда поехал мешает он нет блин карты все этап жму чтобы карту открыть так и ухун туда грунтовки вот заполнен бункер он сейчас полностью тормознется когда бункер будет полный ну да так что мы еще успеем доехать наш маст 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 его блин кабриолет почти все гайцов тут нету прям лет топи на все нет погрунтовки он не хочет на все что-то какой-то уголочек тут так себе на карте он выглядит больше дать ну давай попробуем так ради 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 эксперимента וка и на дорогу шаг дороги заложали так как он все ента а ентер купить привязка повернуть камп повернуть так то и посмотри это самое чтобы на поле не залезал чуть залезет на поле а во вот так по моему да 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 кстати там чувак у тебя помню а был бы у нас грузовичок мы задам хоп-хоп сдали по минимуму помяли д а чё сейчас на тебя забьет ну да я так хочу да он сейчас вперед уедет и это он уедет и там чуть-чуть помер не на и задум сейчас дам я пойдем курить смотреть где покупать итак первый экспериментальный маленький курятничек но это как пассивный доход на так думал так все да я вам смотрю он не хочет дальше ну все я думаю так мешать ему не буду да не нормально он с хорошей скоростью он пашет по крайней мере с такой скорость как тот собирает практически ну да в принципе как бы сбалансировано получается так сюда мы так понял еду будем высыпать тут чё открыть меню курочка и курицы черные курица бурая петух так и чё в какой соотношении надо чё куплю петуха и петух куриц за перевозку куриц берется плата 90 это за перевозку я так понял дать до 250 это у нас и 75 плата за перевозку у нас нету своей перевозки а это всего что влазит курятник интересно петуха как главная группе что у нас гулять получилось то сколько петухов то нам вот хватит три петуха четыре петуха хватит четыре уже много да мы еще куриц доберем давай до полутора тысяч у тебя ферба там маленькая блядь а стоп блядь 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 еду надо везти еда вода нам бочку надо для воды купить пошли покупать бочку для воды этот нам трактор надо что-то про бочку то я не подумал что у нас есть солома нужно ну наверное так где куры тут на ваш успех в игре влияет также и погиб погода во время урагана или дождя работать в поле не получится придется ждать пока то не прекратится следите за прогнозом с помощью значка понял да как не тростник сахарный тоже интересно будет вот куры 1 так корм пшеница продукт яйца воду им не надо им пшеница нужно соответственно надо с тобой купить пшеницу а там пшеницу мы вроде покупали да они загружили мы его эту самую силку сил нет по моему осталось она не там и спидят мы все тут загружать помощи ничка давай сейчас доедем для до компании он не целый а он смешно так шинится как-то загрузить надо нет вот на стоит они это говно вот она вроде стоит да вот он чеки а нами погрузчик пускать и загрузит машин но вроде не нанимается в аренду взять куплю тогда прицеп простой принципе его можно прикупить он все равно погрузчик нужен будет говно убирать какую за курами на погрузчику да там там система такая весело сейчас подумаем не это просто телескопически а есть не это просто телескопически а есть есть нормальный где погрузчики это Вот так вот. Ну вот он, ну блин, фронтальный погрузчик. Колесный погрузчик, где его взять? Вот тот погрузчик, он телескопический, а нам надо-то, блин. Ну видишь, модификации нет, он только получается вверх-вниз поднимает, да? Ну да. Мы говно не уберем даже. Почему? Погоди, а разве насадки на него не идут разные? Вот я и что и спрашиваю, идут ли на него насадки? По-моему, на него должны быть, должны быть, как бы, ПОЖ. Ну вот он. Не Коша, а этот. Кульдор. Вот, по идее. Но это к трактору. Так, нет, это нету. Это фронтальные погрузчики. А где там еще-то насадки, посмотри. Колесные, фронтальные, телескопический погрузчик. Вот телескопический. Это он? Ну да. А, ну вот к нему идет, да? Угу. Потому что нам ковш нужен будет для него. Тогда покупаем его. Где он тут? Телескопический, точно? Ну да. Всё. Осталось. Только я думаю, чё. Как продвигается дело работника? Давай, купим его пока здесь, бросим. Да, так потихонечку. Ну да, пускай отсюда загружает. А это самое. Нам туда надо будет еще. У нас же есть простой. А, ты мечтал этот прицеп. Всё, понял тебя. Сейчас, погоди, у нас там. Так, надо разгружать. Дело двигается, Олежа, тебя не хватает. Куда? Куда ты? Прямо так подъезжай к нему, да и всё. Он, по-моему, тормознулся. Ну, вот я жду, когда он вообще тормознет. Всё, вот он, видишь? Угу. Хорошо, курям вроде воды не надо, да? Да, вообще-то, скорее всего, надо. Ну, блин, что-то в менюшке не было написано. Сейчас глянем. Сейчас глянем. Да, сейчас прикупим простой прицеп. Считаю, потому что сразу еды побольше ему везти, потому что пшеницы у нас нет. Ну, да. Не, почему пшеница-то, как бы, есть там? А, ну, нет, я имел в виду, своей пшеницы нет. Ну, своя это да. Пшеница своя только в следующем году будет. Что, еще одна разгрузка, да? Да я даже не знаю, может сейчас развести. А, нет, как раз одна. Так, ты посмотри, он там поехал. А то тоже, как бы, суббутыль для того. Вроде едет. Едет. Ага. Вон, смотри, целитняя стадия, это готовность у тебя. Сейчас. Зазревание, точнее. Так, значит, нормально, мы начали со слабенькой, но это я время еще увеличил то, что. Так, нам надо прицеп простой. Платформу, платформу нам надо. Ты видишь, Денис? Нет. А вообще, посмотри, где прицепы. Так вот, ну, прицеп. Открытые, обычные прицепы. Ну, хотя помню, подкатные тележки. Вот, не с карамники. Нет, это перевозка не то. Нет, это не то. Нет, это не то. На перевозке животных оборудовались грузовые прицепы. Давай так глянем. Не то. Это больно здоровые. Да и так все подряд смотри. Вот прицепы. Так, а лесника еще дальше туда, вправо. Ну, это хлопок подбирать, это не то. Ну, вот нам типа такой надо. Ну, я понял. Сейчас. Так, а еще в сам конец мартнику. Может подкатные тележки. А вот это что такое справа наверху угута? Рименная система, это для силоса. А, что я понял. Понимаете, его куда не запихали. Зайди тогда просто в прицепы. Так вот мы в прицепах. Я заходил тогда. Вот. А в начале, по-моему, да? Вот это вот, простенький. Ну, как вариант. А мне пощелкать туда вправо, влево. Да нет, там уже идут. Здесь нам низкоплатформенник надо. Ну, это не то. Это уже жесть. Ну, где-то есть плебасы. Так найти надо. Вот так. Странно, блядь. Странно, блядь. Очень странно, между прочим. У нас простенький прицеп. А у нас есть... Ну, да, скорее всего. Самый простенький вот этот берем. У нас же нет такого самого простенького. Вон, прицепов. За 8 косарей. Не, давай за 8 с половиной, но чтоб тентованный. А смысл? Ага, он еще и меньше возит. Лучше этот взять. Нет, этот может и грузовичок наш не увезти. Ничего не нужно. Его вверх задрёт. Смотри. О, чем и с тобой хотели. Они весь переделали. Нет, давай все-таки тот попробуем. Без бортов тупо, да? Да, зачем можно и с бортами, в принципе. Они сейчас открываются, по-моему, борта-то, нет? А хрена знает. Прицеп для погрузчика. Вот там ремнями, как раз. Вот то, что нам надо. Ну да. Все. Куда ты поехал? Куда? За удобрениями что ли? Нет, за кормом. А, здесь фон как в управлении задней. Не перевернулся. Не, не перевернулся. У него, видишь, сзади вот эта здоровая такая вот. Бежок, он тяжеленный. Бежок. 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 Бирай бог. Вот почему! Я хочу сказать, бог как нас επрать не привезу. Т설ый мальчик. Прадиус это маленький разворота. Нормально ким настречит. Продолжение следует... 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 Да, у тебя логический столчик работает. А этот вот так и бери, что прямее. Не, не с торца, а прямо. Да, я помню. Эх, блин. У него сзади колеса поворачивает. Ну вообще, пиздец. Ну вот, сзади подъезжай и толкай все. Ты хоть ровно подъехал? Как результаты будут? Мои книги в личку, пожалуйста. Хорошо. Сюда даже еще один добавляет. Ну если б тот повернул, тогда да, да, четвертый можно. Да. Тебе главное ехать аккуратно, а то с твоими правами это сам все перевернется. Так, я думаю тут время тормозить надо. Так, через полчаса у нас конкурс. Так, тебе тут сразу ехать продавать надо? Так, и все держать. Сейчас вот бегу. И зачем. Спасибо. Ну что, ты бедком. Продолжение следует... Ну всё. Так, этот поехал, да? Так, получается у нас эскейп. А, не так. Ну что, так же в рестораны везем. Только не пойму, почему в ресторане так дорого, а здесь так дешево. Просто бывает, что ресторан не принимает, да? Так. 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 у меня жарик файл нахер у меня жарик файл нахер у меня там курочки бедные с голоду дохнут у меня жарик файл нахер 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 Да, до ресторана ехать как до Китая, ну на такой-то фантастике. Даже поворот не пропустил, да? Что-то сюда-то приехал. Тормовать? Нет, все-таки не нормально. Да, я смотрю пути сокращения. Здесь можно было свернуть и прям по прямой шпарить. Ну так как ты там и делал тогда. Куда ты поехал? Тебе в ресторан же ехать? Да. Черт, в столбу. Интересно, я фонарный столб могу струбить? Бензопилой? Нет, трактором. На трактор поставь бензопилу? Да, это был бы монстр трак. Вон там зеленая мигает. Бедные посетители, обожрутся, блядь. Куда им столько? Вот еще 21 тонну канула, блядь. Какие посетители-то здесь один. Двадцать две с половиной. Ну как в прошлый раз. Может пшеничка, блядь, я не знаю там. Ну опять, там видишь что, пшеница. Цена-то пишет, что дешевле, но факт в чем, пшеница может ее больше быть, правильно? С метра скажем. С гектара. Ну да. Тогда мы украхаемся на этом сарте сюда ездить, блядь. Ну получается сотни с поля, да? Что-то все равно, даже меньше сотни. Ну 60, да. И вот интересно, что ты конкретно по дорогам ездишь? Срезай углы. Ну некрасиво. Так, а ты сетевуха не пробовал, да, еще? Нет. Ну а как, он не находит там этот самый сервак? Я поставил стимовскую версию. Сервак, это скорее всего ты не находишь общедоступные серваки, да? Нет, должен я сначала создать сервер. А потом кто-то должен подключиться ко мне. Я общедоступные не находил, ну я подсоеднился. Создать-то я создам. Но надо, чтобы кто-то скачал такую же версию и попробовал ко мне присоединиться. Вот 12 поля, это же не наше, да? Нет. Нет, напрямяки. Это какой репортус скачал? Который нижний, стим версия, видишь? От хатабы? Ну нижний, нижний который. Он так посмотрел. В принципе мне етет и тот. Затр солнечно. Продолжение следует... 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 а слушай типами это курятник а вот эти что за бочки стоять вот типа сюда еду надо складывать нет 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 не здесь вон на территории типа вода там должна быть поилки типа водичка должна быть ладно погоди пауза так надо этого разгрузить но сейчас на розыгрыш вся я быстренько рандомайзер найду прямом эфире разыграем денежки от снял рандомайзер то вот список участников все все готовы только проверьте может рисунки добавить посидонечка нарисовал так а лежать а сколько было я там 3 рисунок добавил крики так сейчас я сделаю чтобы вам видно было мы счастливом на напишу муникакарный все там олежа еще одного добавил того у нас получается юля смысле юля от тебя один был тоже не для тебя только один был рисуночек 2 а почему тебя тут одно там написано два раза или значит не вижу юля олег насть андрей олег настя а вовсе так и того раз два три 4 5 6 7 8 смотрим ну надеюсь репосты все сделали мы сейчас еще проверим а то как кого-нибудь херак на так юра не считается надеюсь этот не посчитали стоять этот не надо считать так все раз либо снова оба раньше 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 но с богом рак тебе дох тебе дох тебе дох 1 олег 2 июля я правильно понял нет он смотрел как-то я не в курилка а наверно надо вот так да вот олег ты все равно первый нет это хер какая-то не генератор пошел он нафиг жук да нет может ну цифра до олег начать тут не поспоришь ну-ка давай-ка второй раз да все нормально олег ты первый надо было дай по очереди надо было дай по очереди ну чё олежка играться второй раз конкурс выиграл блять не видать тебе счастья в любви бля давай свой ник куда тебе выкидывать ты какой конкурс подряд у нас уже выигрываешь олежа третий шон читак пакет расстались до полы было 2282 стиль сейчас отправлю сразу не этого нереально эти везение и 3 или 4 не помню но он читак я мою колдует в следующий раз штук 20 накатаю так я не знаю чё вы надо делать прям по нон-стопу все я отправлю ему приз ребят сколько там у нас приз 10 рублей 10 рублей ну чё ты них скопировал оттуда Так, что у нас там за приз-то был хоть, Глент? 260 рублей. Юль, состряпаешь победителя там какую-нибудь красоту? Ну, с язвочкой. Ну, с язвочкой. Олежа победил. Ой, получил. А как это? А всем спасибо, всем до свидания. Хе-хе-хе-хе-хе, читак. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорога Дорога Осторога Нет, паспорт уже неинтересный. А у вас все конкурсы такие художественные? Ну и два были художественных. Я не знаю, придумывайте. Я бы с удовольствием в любом случае участвовать. Проплатим. Я же, блядь, ебу нахуле. Дочь миллионера. Или, блядь, сосу миллионера, блядь. Ну, это смотря в какую сторону посмотреть, да? Да, да. А где не пахнут? Деньги нет. А вот метод заработка... Да еще как воняет, да? Да. Что-то сюда-то заехал. Нет, так как вы спустите. А что, подними машину. Смотри, тут силостная яма, я так понял. Да. Тут силостная. Лё, 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 лё. Подъедь машину, подними. Смотри, силостная яма. Интересно, а мы тут силу сможем делать? Не знаю. Да, обязательно покупать. Ну, сбоку подъезжай, как раз тут поднимай и угоняй. Про дивизии. Граф отнести. Да. Не, она статичная. Блин. Ну, не статичная, тебе просто не поднять. Сломала. Довольно это сам пахнет. Мощнее. Вот мне интересно, мы тут сможем, нет, сами силы сделать. Когда купишь, наверное, сможешь. Надо покупать. Ты вот смотри, Лёд, ты дымишь, вот прям как твой движок. Смотри. Этот плачок не скатил. Этот плачок, блядь, не вскопал, блядь, сволочи. Ко сих порок. Да, вообще жуткий. Не, ну, долго же он с этим полем возится, да? Вот так идут. Ну, да. Так, прицеп там тебе повернуть надо, да? Да, вот я что, я сбросаю тут. Поехал тут и зачем? Я не знаю. Назил. Угу. Неужели тебя просто этим самым, по гучкам их столкнуть и все. Ублядь, Алёша. Хихихихих. Да. Чё, и не вы тех что ли там? Да, да. Пошли собирать мусор, блядь. я их раскидал не в принципе сваляется по мере необходимости будут подтаскивать ты хотя бы один подтащи сюда на вон который возле поля я не ожидал что-то были набор ремни что ли там ниже выше О! Не потеряй... Не потеряй, блядь, здоровья квадрат ставьте вот смотри видал вот она и заполнилась оставьте оставьте он кончился все отлично найдет воду а и тут воду и некуда наливать такти ну вот смотри давай проверим живой кушать уже просит так наверх мать не там нету это самое да я хочу глянуть подожди коровы там коровам вода потому что точно нужна и курей свиньи и куры рядом с курятником когда свиньи довольны они плодятся не можно продавать перекупщику скота и получается этого доход это понятно со свиньи нет это поддоны с яйцем там будем грузовичок свой загружать не именно скотины где-то обзор так ищут обзор карты нет нет продукции вот смотри куры потом поместите своих вот их можно помещать перемещать помещите их в свою машину этому в машине возить будем корм пшеница продукт яйца овцы сено воды нету опять коровы трава сено и молоко навоз пылять опять воды нет они чего убрали что ли порезали воду а чё там еще вышли лошади не сами вкладки еще вышли вот уход куда куда кормить поить и менять подстилку с помощью выдувателя соломы вот видишь кормить поить то есть вода нужно значит значит поедем сейчас счет тисцерну покупать корм раскинула блять а погоди там этот блять да-да-да вот как раз с ним подъезжаем но это все равно как раз на остаток поля тебе должно хватить до этого ну да в принципе где-то так Продолжение следует... 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 нас сейчас поезд нет это была плохая идея она не едет туда да ты просто ровно едь посередине нет ее штормит направо налево поворачивать надо это вырумить руль да и все вам хотел как и как лучше пути взрыв как всегда и просто не там свернул ну да не искал просто короткие пути короткий ищет не в стороне а напрямик с тем местом куда тебе надо доехать а то вообще куда-то уехал в леса солом нужно да я вообще журнала дату ехал и и и и и Пам, я нахаду могу прийти. Так, бочка, поливайка, везде-то были прям с сыром, так это для нам не канает. Гужевой транспорт, ну это для лошадей, нет, там тележка прям будет для лошади, а для перевозки. Надо заняться, попробовать конями, дай, новенькие. Ну это уже не сейчас, сейчас нет смысла, там уж скоро спать, где нету. Ладно, где канистра взять? В разном нету. Различные жидкости. Ну да. А что с ютубом, Кирилл? Или поголубее сделать водичку? Не, ну это уже фигня какая-то, он очень предыдущий. посинее. Вот, по-моему, сам. Ты еще волны нарисуй. Да, а что можно, да? Прям на мониторе так, и волны у тебя будут всегда. Ничего, нормальная бочка? Да, да. А теперь где ее набирать? А, ну это есть. Возле нас там где-то водонапорка была. А что с ютубом, Кирилл? Что там опять, блядь, трансляция мозг трахает? Не знаю, у меня пока нормально. Что, вручную потащишь-то? Нет, зачем? Я вот эту платформу сейчас здесь брошу. А ты что, бочку эту на прицеп загрузи? А зачем загрузить? Она на паркопе. Она на колесах. Зато так прикольно. А как стоит, блядь, как настоящая. Ха-ха-ха-ха. Вот как лодка. Так, ищем водонапорную башню. Хотя вон на речке можно заправиться. Вот тут где-нибудь заправимся. Там ж тут неудобно съезжать. Да-да-да, там где машина. А вот, нет, вот, видишь дорожку. Не, можно еще где-то тут углянуть. У любой, вот, на порке можно заправиться, по идее. Но это, судя по силам. Он заполнился мне? То. Трактор? Вонет. Да. Да. А, нет. Ты же его только освободил, да? Нет, он уже полный. Та, что придется туда-сюда кататься. Вон он орет матом, видишь, на карте. Ага. И сразу же выгружаться теперь придется. Да. А не, не обязательно. Из чего ему? А, из его бункера. Вот этого ему хватит бункера, я так думаю. Или не хватит. Может, не хватит, да? Ну, я не знаю даже. Ну, хотя, да, может, ему вполне и хватит. Да хватит. Хотя, нет, три проходки навряд ли хватит. Не, не, хватит. Они здесь покороче, чем в середине-то. Ну, да. Там посмотрел, куда-то не квадратное. Да, да. Все, он встал? Нет? Да, да, встал. Меньше геморрой, чем за ним, блин, шлятся. ТРЕВОЖЕННАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ладно, поехали за водичкой Кстати, тут тоже где-нибудь может водонапор поставить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, я ищу как, вот короче К нашему полю, не как, блин Через пределку Ни хуя не получится, да? Ну, смотри, если по прямой Тут срезать... Разворачивать через магазин И езжать, как обычно Ну, так Побольше там общайтесь, народу будет больше Кидайте всякие интересные репосты, Олежь Кидайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кидайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чё-то у меня чат опять херой накрылся. Знак тоже. Знак был левый. Сейчас я чат перезагружу, а то не озвучивается. А вот это не башня? Захрен он. Сейчас подъедем, глянем. А, вот, похоже на башню, кстати. Чати перегрузил, чё-то болтать у меня перестал. Нет. Туда дальше задание-то проедет. Нет, нет. А что это вообще такое-то по карте? Давай глянем. Перекупщик животных. Думаешь, из реки набирается? Чё думаешь? Я говорю, думаешь, из реки набирается вода? Не, ну, в 17-й мы набирали из реки. Либо покупаешь, ставишь водонапорку. Ну, давай, Круголя дадим вот так вот. Не, смысла нет. Едя сразу к реке. Да нет, я ради экскурсии. Мы ж тут не были в этой стране вообще. Вот это элеватор, да? Ага. Тут, кстати, семена можно пить. Там церквушка, смотри, какая. Так, нам туда не надо. А, нам надо. Ну, давайте хоть в городочек глянем. А, это мэрия какая-то, глянь. Купи, будет, дом твой. Ой, курятник, как раз, огородный. Думаешь, это курятник? Или это лошадник? Исподром, что ли? Вот это вот что-то грызется. Да, это вроде лошадник. Да, это ипподром. А, вот тут лошадей тренировать. Тут же на них верхом надо будет ездить, помнишь? Да, да, да. Это вот этот участок для конец. Так, открой сохранялку и добавь денюшек чутка. Так зачем? Ну, это неинтересно. Такие игры с чутоками играть, ну, смысл пропадает вообще от игры. А, это, короче, вот это вот херень надо будет покупать. А, вот полностью раньше надо брать, да? В принципе, недорого раньше стоит. Но это если вообще... Пол-ляма? Да, если выхлоп от лошадей есть, вот от чем. Мы же не знаем, есть ли выхлоп от лошадей. На колбасу. Морша тренированная лошадь на колбасу. Да, мяско будет хорошее. Можно будет потом вот этот сейф сохранить, а, блядь, этот бункер опять супа заполнил. А, вот теперь зерновый бункер этот самый опять. Что делать-то, блядь? Он там много интересного докосина. Вот посмотрю по карте. Щек, блядь. Да еще дофига. Ну, что, надо идти, блядь. Ну, да. Так, чуть, хотя бы кредит оплатить. Так тяжко. А мы, что, думаешь, в кредите? А, да, у нас кредит. Да ничего. Ну-ка, кстати, что там по финансам у нас? Да, мы же в кредитах все. Строительство. Это что, что это мы там, блядь, строили на 61 тысячу, блядь? Курятник? А, ну вот, видишь, расходы на удобрение. Зарплата 6 косарей, в принципе, не так дорого. Кредит? Да ладно, всего полторы тысячи. Мы, блядь, зарплату платим больше, блядь. У нас прибыли, сколько у нас? 46. Все равно в сохранялку придется лезть. Когда сообщения выползать начнут, купите игру. Нам чуть-чуть осталось. До 20-го. Сегодня какое число? Восемь, вообще. Послезавтра уже купим ее. Блядь, ты глянь, совсем под этим не хватает. Слушай, а в кузов нам сколько влезет, давай проверим. Давай. Только я думаю, сначала воды набрали. Ну да. Где-то подкарты поближе будет. А там где-то прям... Там где-то прям спуск был к воде такой. Батя, лодопад. Лех, красиво-то как, смотри. Бот угоняют. Фэки, у меня куплено. В сообщение поползли, бот и полез. Че там менял? Лех. Ну как она у тебя может быть куплено, если она 20-го числа, то кухой? Ну, блин. Либо 0, либо минус. Вон, смотри, спуск. Возьмар, спуск был. Вот он. Так, блядь, заказ. Нет, нет, дальше. А, или ты здесь хочешь попробовать? Давай здесь попробуй. Ну, блин, я думаю, там, может, там поположить. Здесь что-то слишком, блядь, крутой. Ну-ка, покажи, какой тут есть. Давай так, спустимся. Давай сюда спускаться только жопой. Давай лучше там, блядь. Думаешь, там лучше будет? Да хрен бы его знает. Ну, да, в принципе, ты так и так плохо едешь, что с прицепом вообще никак. Ну. Че цехи. Нет, это вообще не варик, смотри. Надо на ту сторону переходить. Там, видел, да, пологое там вообще было. Ну, да. Ну, надо было на предыдущий просто тогда спускаться. Надо было строить, блядь, в однопорной башне и не мучиться. У нас денег нет. В сохранялке карьер савэдомы, там время в игре его меняешь. Так, Терон, у тебя там этот грузовик помнят? Да, ща погоди. Ну, попробую время найти, там поменять. Возвращайся обратно тогда. А, или загрузиться тебе надо. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Не, он не хочет. Ты не предназначен для этого. Вези тот грузовик. Ну, блядь, жизнь больше. Так. Блядь, опять в ресторан херачить. Ну, да. К машине прицепи, и быстрее съездишь. А, кстати, да. Только отцепись. В самом низу платье мы либо минус, либо ноль. А так-то на машине не переключится, да? Ща, запишусь я в самом низу. Записал, спасибо, Лех, большое. Где моя тачка? Тачка. Здравствуйте. Вон там, где комбай. Я минус поставил предцепрессию. На здоровье. Все понятно. Кстати, на машине поля не портится. Наверное, да? Не, не портится. Ты конями, Лех, пробовал заниматься? Пока нет. Мне прям интересно. Завтра попробую конями заняться. Сразу куплю конюшню. Ще-то. У нее колеса не поворачивают. Она раком, видишь, видишь, встает на дыбы. Ще-то, блядь. Нам выходить только на дорогу надо. Надо было все-таки... Быстрее все-таки едет. Надо было тот джип остроить. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А по траве не лучше ехать? Да, я пробую. Карфишка. Сначала завези животных, потом только покажут, что надо им. Нифига тебя мотает-то. А ты посмотри, у нее колеса висят передние. А хлопцы понес такая, повернет. Мне кажется, на тракторе быстрее было бы. Ты главное, справа влево не разгоняйся. Нет, девушки, на капот посадить. Для весу. Большую и толстую. И тихо ты это самое. Застрифил. Задрифтил. А ты, говорит, как же не вытащит она 20 тонн. 21. Я не знаю, как мы ехать, блядь, будем. Лег ты после стрима. Сделай меня в группе Мадирам, чтобы я различную информацию кидал туда. Чтобы группа не простаивала. Хорошо. Будьте с Юляшкой делить права. Опросники кидайте всем. У кого писька больше, у кого сиськи больше. У кого мягче. То писька и лисичка. А это уже на ваше усмотрение. Вот здесь резайда и все. Боюсь, блядь, не железки застряну. Она сама, блядь, ей похуй, гулянься. Пиздец, мы застряли. Нет, в любом случае, пока я вот так вот балуюсь, да, ты прав, Леха. Надо, блядь, пару сотен накинуть на грузовичок. На грузовичок да конюшню построим сейчас. Пару часиков у нас еще есть, блядь, куда ты едешь? А вот она сама поворачивает, прикинь. Да я уже хочу доехать быстрее. Тут уже чуть-чуть осталось. Я вижу, блядь. Самые тяжелые последние два метра. Чичин сейчас скажет, мы больше не принимаем. Сука, я уже вижу финиш. Ну доехать-то никак, назад сдай. Тих-тих-тих-тих. Не, она видишь, склеит. Так вот, на асфальт. Прикинь, мы бы на тракторе давно уже тут были, блядь. Ну как говорится, как хотели, хотели как лучше, да? Ну зато назад, наверное, будет легче возвращаться, как думаешь. Фу, японский, блядь, городовой. Вот смотри, а была бы тачка, прицеп тот, помнишь, да? Ее бы так не возил, тут читай ее, взад же, блядь, дергай. Без курс клея, то непривычно играть. Да. Че, сейчас нормально поехал? Ну а че сейчас-то ей будет она, пустая. Ну и да, блин, 20-го, интересно, когда 20-го выпустить? А че нам, железка, поехали. Все, блядь, легче. Мне, главное, блядь, легковушка приезжает. Эта, блядь, сука не может. Ближе к ночи вроде по московскому времени. Да, это поздно. Че я там, блядь, врезаюсь. А, стойка эта ебаная, что ли? Да, он-то стоечка не дает. То есть, чтоб на трактор приезжать, забирать. Ну или как вариант, трактор ешь и вонет. А че на тракторе-то, назад сдай вместе с этой стилей, и все. Так он не дает назад уходить. Там система обманит. В смысле кто не дает, там? Ты ее прицепи. Я хочу систему обмануть. Он этой стоечкой врезается в шпалу и не идет. Ни назад, ни вперед. Сейчас мы ее обманем. Что вот так сделать? Там же есть какой-то промежуточек, что не надо вплотную подъезжать. Сука, нет, она наехала туда. А, вот, теперь получилось. Система ниппель. Нахер, блядь. Такое счастье. Есть трактор, вот пусть возит нахер. Зато ты знаешь, чего опасаться. Испавел все. Да. О, корову родная. Она мне уже как родная стоит там, блядь. Испавелся. Продолжение следует... 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 это и есть возврат роли а ты был давно все не что поехали воду искать хотя где мой звук табли на громкость пропадал не ори море в океан ну тут вот где-то спуск сейчас будет а я думаю что это управление вообще не то по кровоозврат рулят не было интересно вот можно ли здесь так как 17 воду набирать и и и и и и Походу нельзя. В 17 вот так заезжаешь и набирается вода. Приспособление не напомнено, выбрать приспособление. И... Поехали! лёха ты как воду набирал него рек купил бочку где-то купил бочку учет наши искали не нашли бочку где-то я тут нашел бочку где на базу постройки и 5 косарей на и так быстрее было бы а вон водонапорка стоит смотри по хлопковому чьи-то мута мута полю мы хотим на халяву воду я вам на халяву даст да скотина я сейчас у 29 гол поле в озере попробую набрать попробую я чет в озере мне не получилось сейчас придется водонапорку ставить но в принципе блин вова на 5 косарей всего стоит сейчас я думаю что у нас вновь становится А этот хрен что, в отказе уже, да? Козлина. Продолжение следует. 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 гускин которая смысле чё за гускин так все так бочка бля чё это за бочку тогда мы такую купили так получается где-то из меню животных из меню животных твою дивизию вот она самая обычная бочка наши ты для бензина взял или солярки там для различных жидкости написано сволочь наебали меня чего цвет поменять нельзя вот и чё спать увалился чешем на фс-17 я помню такая топлива только возила дай другую просто не нашел они что-то все по перетащили в разные места блин попробуй найди там народ силосную херь покупать столько много всего надо а денежки нету я думаю на чем бы здесь быстренько денежки забацать знаешь как можно попробовать на молоке приподняться нет гниль тоже не варик смотри коровок прикупить вопрос конечно интересный раньше на дровах быстренько хлоп 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 и ты миллионер бля чё куда я пошел я с этим рестораном уже все у меня уже я тогда и эту бочку из вы набрал бы оттуда я пока найми там на чужих полях но со своей техникой как вариант купил технику и ходишь по полям просто и чё белых спасибо за подписчику херачи на дяде понятно что херачи на дяде посмотри сколько за вспашку давать будут это чё блядь за цен такие вот поле удобрение 25 косарей берите поле любым удобрениям а и Так себе скажите. У меня заданий вспашка тоже пока нет. Вот хлопок. Народ писал, что на удобрениях разориться можно. Надо искать какую-то свою стратегию. Ну да, вспахать, мне кажется, самое простое было бы. Субтитры делал DimaTorzok смотри делаешь постоянное пшеничное поле это у тебя всегда есть солома надо я так размышляю покупаешь силосные ямы заводишь коров соответственно у тебя солома уходит коровам плюс 1000 травку косишь свою который сажать не надо зерно опять-таки от пшенички коровы мухой коровы это соответственно молоко плюс навоз ну еще и силос также это биогаз может так но одному все равно тяжко у меня примерно такой же план на по-другому чё-то вариков не вижу у меня курочек так ради интереса попробовал сейчас может будет как пассивный доход так много не буду заливать а то опять сейчас буду и куда и блин на эту водичку этим чё вода вообще не нужно что ли я зря литikte вот там так значит сэмер Я так понял, что курам, походу, не надо воды. Как дела? Да хрен его знает. Все тяжело. Денег нет, но мы держимся. Вот куда курям воду. Походу, курам нахер вода не нужна. Твое мнение про игру стоит брать? Ну, когда сюда Модов допилит, она переплюнет, конечно, 17-ю. Именно своими, знаешь, красотами. Они механику более интересную сделали, более сложную. Просто так уже деньги на дровах не сделаешь. Я брать буду однозначно. Очень красиво сделали. Ну, конечно, и заморочены. Вот куда нахер? Куда нахер я тут им воду буду наливать? Нужна ли им вода? Как узнать? Движок то старый. Да. Ну, они только примарафетили ее, и все. Я, короче, знаете, что понял? Походу, нихера им, блядь, вода не нужна. Хотя, вон, поилки есть пустые. Меню животных, посмотри. Там ведра статя же. Где? Вот что тут написано? Ведра стоят, а как? Как их налить? Это не с ведрами же мне к ним бегать, сюда воду наливать. Это под жратву. В основном меню. Не допилил, возможно. Походу, им не нужна, да? Ты нахер воспроизводства яйца давайте. Раз в два дня, что ли, по одному яичку? Без воды куры живут, косяк. Я так мозг трахал себе. Но гадит, куры тут немало. Еще и убирать надо. Ну, гадит, они сюда же. Блин, я ковш не купил, но потом за ковшом съезжу. Если не трудно, покажи моды, пожалуйста. Вообще без модов играю. Это надо будет все равно тогда покупать. Тут ни одного мода не стоит, ежик. Это же 19-я, на нее еще не напилили модов. Игра и моды. Здесь нет, это же 19-я, она как с нуля пришла, так и все. Игровая звездочка. В курсе, не понял про отчеты. Привет. Здорово, Серег. Я, короче, не вкурил, что ты имеешь в виду? Моды есть уже трактор миника. Яйца сами появляются. Официально моды, хотел сказать, покажи. А, да откуда они тут есть? Давай глянем. Тут же мы не посмотрим. Вот хап и все. Они будут в коробках, где ты покупаешь куриц? Подождем курей. Которые на карте. А, понял. Сейчас гляну покажем. Лучше белых купи побольше. Почему? Да, я не разбирался, я так натыкал, чисто ради пробы. Спасибо заранее. Да, не за что. Продуктивность больше будет. Понял. Все равно завтра с утра с нуля буду начинать. Но я еще, блин, тактику не придумал. Мне кажется, вот это поле слишком большое. Хотя, с другой стороны, я на него уже все прикупил тут. Ну нет, дорого. На чем бы бабки сделать? Ну, говорит, здесь варик такой. Небольшое поле пшеничное. Коровник. Силусную яму. Получается, у тебя молоко, навоз, биогаз. Потом прикупить там, где деревья сажать, местечко. Маскорик. Небольшое поле. Сейчас у меня. Да, я для штату у меня. так он тебе блять да я опять сел вылез ты нахер тебя интересует чё тут вообще есть элеватор еще элеватор высопилка станция погрузки известняка типа надо еще теперь известняком поля обрабатывать магазин заправка ресторан предельно кстати овечек тоже не больно таки поэт сам проблемно вайн тоже гадят нормально это надо где-то вместе блины тогда с овцами даже меньше геморрой чем с коровами сарай ну-ка солома сена свозится теплоцентраль я так думаю в теплоцентраль нужен биогаз животный перекупщик по моим подсчетам только на технику хорошую тут не меньше пяти лямов надо ну да биогаз я не знаю биогаз нами сюда сдается а теплосеть не если покупать то покупать сразу вот эту участок да вот тут добыча биогаза у тебя силосные ямы тут вот но это прям тема но стоит 300 косарей 800 и поле какой-нибудь небольшой но начинается с этих что люблю и возить отсюда солому туда косить сено блин так чем еще зерновой элеватор раньше разведение лошадей вот мне интересно лошади профит на непрофит на но лошадям нужно вез но скажем скажем за пятихатку покупаешь раньше американская карта как по мне неудобные я не стал на ней играть пробовал только а я на то еще даже не пробовал там там я видел там поля ровненькие все таки аккуратненькие а мне не нравится ровненько аккуратненько мне вот эта карта может зацепила тем что она такая рельефная знаешь так вот смотри можно взять конюшню если кони вообще рентабельный взять вот это вот 500 ну 800 косарей у тебя выйдет вот тут скажем овес высаживать для коней чисто на корм к коням овес считай вода бесплатно то вот овес и солому у тебя получается отсюда на сдачу на сдачу еще нить еще на прикупать чего-нибудь на сдачу прикупить траву к сильнее интересно вот это вот чё тут можно чем сажали как травку косить я не знаю лошадями удобно вообще заниматься давайте глянем просто ради интереса я тут выходить надо все обеду посмотреть но это да я полностью согласен но вот смотри если конечно начинать вот с этого но у тебя денег ни хера тут нету как по мне вот средний самое интересное начинать ну поначалу надо русские карты ждать не общем можно и на этих путь начать играть тут тоже не вопрос просто скажи мало всего вот это мне плюс сил то что денег много дают и ты сам уже решаешь чем ты хочешь заняться прямо с нуля тут учете тракторов пару полей дали день немного дай попробуем опять с этого вот это я вот карту не знаю да вот попробуем чисто коня и коней типа россии и слабо карты да тоже нормально будет на 5 здесь цепляет тем что как тебе сказать то перепады вот эти более более реалистичные что ли не как вот в семнадцатом на тяп-ляп просто надо решить каким путем идти вот именно чтобы не сильно тебя в пот вбила здесь смотри опять-таки ты играешь вдвоем втроем уже проще например кто-то занимает своим полями одного-двоих людей отправил ну подкал иметь по заказам хоть какая-то копеечка будет дать тут соя вот смотри вот от все думал купить раньше но это бесполезно стрим у меня туда-сюда скаканул смотри все тут все на месте никто не потерялся все тут все на месте никто не потерялся не знаю что с интернетом туда-сюда переключился вам не чат тоже релогно не знаю что с интернетом туда-сюда переключился он мне чат-то релогно релог чата ребят релог чата ребят долл еще стрим будет идти долл еще стрим будет идти нас часик наверное еще посидим полтора нас часик наверное еще посидим полтора а чё а чё вечно я выезжаю из магазина не в ту сторону вечно я выезжаю из магазин не в ту сторону да так просто отойти надо вот спрашиваю да так просто отойти надо вот спрашиваю как главная боль с чего начать развитие пока время до официалки есть у нас пару дней главная боль с чего начать развитие пока время до официалки есть у нас пару дней поищем пути развития вот сейчас надо коня глянуть поищем пути развития вот сейчас надо коня глянуть завтра она выходит 20-го завтра не 20-е 20-го завтра не 20-е а у нас самая глотная но мы владельцы раньше у нас самая глотная но мы владельцы раньше так ладно это вот раньше наша до и хер ли толку мы его купили так ладно это вот раньше наши да и хер ли толку мы его купили Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как их покупать хрен его знает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ладно всем приятного просмотра стрима и спокойной ночи я пойду после стрима про меня не забудь Лёх Я, я уже сделал Олеш Я пойду после стрима про меня не забудь Лёх Я, я уже сделал Олеш Продолжение следует... 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 Фамилию Плис. Садритинов. Садритинов. Так вот ты и был. Назначить руководителем. На тебе модерку. Все, альта вниз. А, отображать в блоке. А, отображать в блоке. Все, смотри. Три. Так, получается мы едем опять пробовать покупать скотину. Так, получается мы едем опять пробовать покупать скотину. Садритинов. Вау, спасибо. Не за что, лишь бы толк был от этого. Деньг у нас 80, в косаре осталось, но это чисто так, бы толк был от этого. Деньг у нас 80, в косаре осталось. Это чисто так, эксперимент. Сторожно. 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 Продолжение следует... 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 Короче, вообще непонятная хрень. Короче, вообще непонятная хрень. Короче, вообще непонятная хрень. Короче, я встал, а вот записи и картинки оставлять не могу. Да что ты. Ладно, давайте стрим закругляться будем. Ладно, давайте стрим закругляться будем. С лошадьми рановато пока. Будем по стариночке. С лошадьми рановато пока. Будем по стариночке. Завтра буду пробовать. Сейчас, Олеж, сделаю. Завтра буду пробовать корова, пшеница, небольшое поле, пшенички, заведу коровок, это будет двойной. Завтра буду пробовать, сейчас, Олеж, сделаю. Завтра буду пробовать корова, пшеница, небольшое поле, пшенички, заведу коровок, это будет двойной выхлоп у нас. Это будет навоз и молоко Это будет навоз и молоко Соответственно пшеница на корм, солома тоже на корм Соответственно пшеница на корм, солома тоже на корм Ну не знаю, может так прокатится Ну не знаю, может так прокатится С конями пока ничего не ясно. С конями пока ничего не ясно. Все лежит, добавьте. Все лежит, добавьте. Всем спасибо. Всем спасибо. Продолжение следует... Ну-ка, сейчас пробую, Олег. Ну-ка, сейчас пробую, Олег. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да теперь могу. Ну-ка, работай. Ну-ка, работай. Ну-ка, работай. Ну-ка, торможусь, Тремчанский. До завтра всем. Да теперь могу. Ну-ка, работай. Субтитры сделал DimaTorzok. Ничего, ребят, торможусь. Друзь Тремчанский, до завтра всем. Продолжение следует...